Привет! Кто не знаком со мной, меня зовут Петрова Ольга. Я притмахер, колорист, технолог, тренер. И просто прекрасный человек. Своя онлайн-школа, свой YouTube-канал и своя студия. Так что я провожу и обучение, и онлайн, и также индивидуальное обучение. Поэтому всю информацию, которую вы хотите получить, вы можете, как правило, получить на любом из моих каналов под видео. Вся информация всегда бывает. А сейчас давайте сразу же перейдем к теме, к знакомству. Если какие-то вопросы есть лично о моей личности, у вас ко мне, вы можете писать, я по ходу нашей работы отвечу. Потому что у нас с вами сегодня достаточно насыщенная тема. Тема у нас будет спецблонд. Эта тема очень сложная. А самое главное сложная она в чем? В том, что вы не умеете пользоваться этими красителями, красителями этого ряда. Как правило, в каждом уважающем себя бренде этот краситель есть. Надо просто научиться им пользоваться. Но я для себя, конечно же, сделала определенный выбор. Я пробовала много красителей разных брендов именно этой линейки. И я остановилась на Голтвеле. И вообще, как бы, это моя любимая краска. Да, я в основном работаю с ней. Но, конечно же, я уважаю и другие краски. Использую и добавляю много других брендов в свою работу. Именно по цветам, по стойкости, по насыщенности, по плотности. То есть я различаю... Как бы не то, что различаю, а использую разные красители в своей работе. И смешиваю их между собой. Поэтому уж не обессудьте, вы это все увидите. Да, может быть, кто-то не очень будет рад тому, что я смешиваю красители между собой. Не работаю на монобренде. Но, как бы, я свободна. Вы творите, как хотите. Я творю, как я хочу. Поэтому давайте будем сегодня обучаться спецблонду. У нас сегодня с вами тема спецблонд и седина. Поэтому давайте познакомимся с нашей моделью. Наша модель, да, зовут ее Наталья. У нас достаточно сложная тема. А Наташа когда-то уже ко мне приходила, и я вам показывала ее. Но прошло уже, наверное, полгода сколько, да, стекбор, да. И Наташа, естественно, красилась дома самостоятельно. Вы сейчас все это вот увидите. Вот обратите внимание на окраску. Видите? Здесь вот видно было там мое окрашивание. Здесь уже Наташа красилась сама. И вот отросли сильно корни. И, как видите, у нас седина везде. Поэтому все задают вопрос. А можно ли работать спецблонд с сединой? Можно. Особенно вот давайте посмотрим здесь. Видите? Вот здесь вот, видите, я работала. А вот здесь вот уже Наташа. Да, сама красилась. И вот здесь вот видно, что как бы рисунок, видите, немножко разный. Здесь пятно посветлей. Поэтому мы сегодня попробуем Наташу немного еще осветлить. Потому что вот с этой зоной всегда можно работать. Значит, что самое главное? Самое главное в спецблонде вы должны четко определить УГТ. То есть уровень именно натурального цвета волос. Именно под него вы подбираете краситель. Потому что у нас красители, как правило, спецблонды, бывают, состоят из какого-то синего, там перламутрового, да, фиолетового. Ну и там дальше уже пошли тепленькие оттенки, там натуральные, либо там золотые. И вы понимаете, что когда краситель насыщен каким-то пигментом, соответственно, да, этот пигмент, то есть этот вот цвет, там, например, синий, либо фиолетовый, будет уходить на нейтрализацию при осветлении. Спецблонд – это очень мощный краситель. Он работает только с 9,12. Поэтому ваши комментарии, которые вы мне пишите в Ютубе, что «Ах, да вы с ума сошли! Вы используете 12% окислитель!» Смотрите, спецблонд – это сильно аммиачный краситель. Там аммиака, ну, скажем так, да, щелочи, содержится в два раза больше, чем в обычном красителе. Поэтому, чтобы нейтрализация произошла, для того, чтобы нейтрализовать щелочь, мы с вами добавляем большой процент перекиси. И еще мы добавляем ее, разводим, как правило, один к двум. В основном у большинства брендов разведение один к двум. Есть один к полутора, но здесь у них мощность чуть меньше, а значит, соответственно, осветление меньше. А те красители, которые разводятся один к двум, они имеют мощность большую. И для того, чтобы мы нейтрализовали вот эту щелочь, вот этот аммиак, нам надо большой процент, обязательно в большом количестве. Поэтому вы не боитесь и работаете, потому что 9,12 – это по инструкции производителя. Вы берете 9,12 – это в каком случае? Вы смотрите, опять же, на наш УГТ, да. Но если у вас волос будет светлый, да, там, например, на уровне восьмерки, вы можете взять 9-процентный. Но не забывайте о том, что еще все зависит от структуры волоса. Тонкий волос, либо толстый волос. Потому что чем тоньше волос, поверьте, да, вот практически пушковый и ближе к девятке, тем более стойкий у него пигмент. Чем тоньше волос, еще раз повторю, тем более стойкий пигмент. И поэтому 9-процентным вы, к сожалению, не выведете в блонд. Вы это должны понимать. Поэтому, чтобы у вас не было каких-то проблем, и человек хочет все-таки более холодные оттенки, я вам рекомендую работать с 12-процентным оксидом. И никак не по-другому. Если вы хотите, и человек, вы знаете, больше пойдет ближе теплые тона, натуральные, теплые, то вы можете работать с 9-ти, потому что осветление будет меньше, и, соответственно, теплые тона не сработают. Что касаемо холодных, вы помните, что холодные цвета не стойкие. Сколько бы их ни добавили, особенно в спецблонд, у нас все уходит практически на нейтрализацию, на осветление, потому что процесс у спецблондов долгий. У нас по инструкции мы высиживаем 50 минут со спецблондом, а, соответственно, за это время сгорает весь пигмент, который вы добавляете туда, вот эти вот микс-тона, и сам пигмент, который содержится в красителе. Поэтому используем 12-ти процентный и добавляем больше микс-тонов, чем вы добавляете обычно, потому что за счет высокого процента холодные цвета больше сгорают, и на выходе вы тогда будете получать все-таки более спокойный, нейтральный цвет. Почему я пригласила именно Наташу? Давайте разберем по поводу вот именно ее натурального цвета, ее окрашивания, что здесь самое интересное. У нас, видите, очаговая седина. И эта очаговая седина, те, кто за мной следит, вы видели, что я ее обыграла, я сделала как контуринг. И когда я это сделала, Наташу все стали спрашивать, чем она красится. Поэтому мы с вами также обыграем. Вот, и потом, значит, следующее. Седина в спецблонде дает плюс, но если это не очаги. Вы понимаете, что такое седина? Леночка, Лена мне, кстати, сегодня снова помогает. Привет. Добрый день. Друзья. Да, спасибо ей большое. Значит, что такое седина? Это пустой волос. Правильно, это воздух. Воздух, понимаете, закрасить вообще очень сложно. И, конечно же, поэтому, когда мы на уровне блондинов с вами пытаемся закрасить, то нам надо какие-то пигменты откуда-то взять. И помните, я вам вчера, кто со мной был на мастер-классе, рисовала вам тюбики с краской, что на уровне блондинов пигментов совсем-совсем мало. Что касается в спецблонде, то там практически нет пигментов. То есть там есть вот эти нейтрализующие компоненты, но самого пигмента, самого вот, который закрашивает, да, который есть в обычных красителях, ряда там сединицы по десятку, его нет. Понимаете? Поэтому он не может наполнить натуральным пигментом волос. Он что делает? Он попадает именно в седину, и седина в седине задерживается холодный цвет. Понимаете? За счет этого у нас, когда появляется блик в волосах, вот этот холодный, волос получается более нейтральным и выглядит более холодно. Поэтому мы с вами пользуемся вот этим. И получается как бы еще эффект мелирования, сами знаете, такого мелкого. И когда мы тоже мелирование тонируем, оно тоже получается более холодное. То есть вот когда есть небольшой процент седины, вы сейчас посмотрите, да, ну где-то там процентов, например, 30 седины, вы вполне можете обыгрывать именно таким вот образом. Если у вас больше процентов, я вам сейчас покажу, как это надо будет наносить на 40 процентов, на 50. Но более, поверьте, уже как бы не надо, потому что уже более 50 процентов вы прекрасно справитесь с красителем натуральных рядов с десяткой. Десятка прекрасно красит. У меня много рецептов на ютубе, поэтому смотрите, как я крашу с десяткой. Вот, значит, у нас, как видите, есть очаги, и мы с вами сейчас будем по-особенному красить, да. Будем красить, выбирая наши седые, где много седины, и будем красить сразу, где мало седины. И плюс еще что, так как это было домашнее окрашивание, я вам уже говорила про то, что, видите, неравномерно, я вам показала его. Вы должны определить, какой цвет у нас с вами получился здесь, потому что спецблонд это краситель, который может осветлить окрашенные волосы. Вы помните, да, наше выражение краска, краску не осветляет. Осветляет. Честно, осветляет. Спецблонд это универсальный краситель, он прекрасный краситель. Вы также можете использовать на окрашенных волосах в милировании делать, он тоже будет осветлять. Но вот здесь, в данном случае, нам надо зачистить вот эту зону. Вы должны определить, какой уровень здесь, вот на этой зоне. Поэтому вы смотрите, какой у вас здесь, восьмерка, либо девятка. От этого зависит, как мы с вами будем наносить. Какой у нас уровень ленты здесь? Восьмерка. Ну, я бы не сказала бы, что восьмерка. Но здесь ты уже не забывай, что здесь, да, вот здесь вот видишь, какой же уровень. Вот здесь. Вот здесь вот девятка, да. А поближе, вот чуть-чуть совсем, восьмерка. Поэтому, смотрите, когда мы с вами определяем, где что, вот если у нас восьмерка, мы будем наносить одновременно. А там, где у нас девятка, мы будем наносить позже краску. Поэтому сейчас мы с вами пойдем составлять рецепт и приступим уже к нанесению красителя. Вы видели, да, по поводу УГТ, который у Наташи. У нее где-то между шестеркой и семеркой, но с сединой. Единственное, у нее, скажем так, неравномерный цвет. Где-то больше к семерке, где-то больше к шестерке. Поэтому мы все-таки будем рассчитывать, что у нас это шестерка, чтобы у нас не получилось рыжинки. Поэтому для этого мы берем 11А. Это у нас с вами, как я вам говорила, я люблю Голд Вэлд. Сейчас я вас опять буду радовать. Это 11 этого года спецблонд, да? Это спецблонд, да, спецблонд 11А. У них есть еще прекрасный дополняющий краситель для спецблонда, который усиливает краситель и плюс еще добавляет пигмента. У них есть блонд Крем Аш. С его мощностью еще мы можем дотянуть выше на один уровень. То есть вот он прекрасный краситель. Также, когда вы добавляете, вот я вам его покажу. И он здесь сразу видно, как размешивается. Вот он написан у нас название. Ну и здесь то же самое. Там опять же разные цифры есть. Я беру Аш, именно пепел. Потому что у нас что? Потому что у нас УГТ мы будем считать, что шестерка. И так как вы видели, у нас отросло много. Мы с вами рассчитываем, сколько мы будем брать красителя. Поэтому я буду брать где-то грамм, наверное, 25. Видите, как я выдавливаю? Это такая вот фенечка. Я вчера вам показывала. Кстати, девочка, есть еще фенечка. Там берется вот такая вот от духов или что-то такая. Вот пимпочка, которая сама. И тоже одевается. И, соответственно, тоже можно выдавливать. Вот это что-то. Ну, только без внутренней вот этой вот трубочки. Ладно, хорошо. Значит, дальше поехали. Взяла я 25 грамм. Спецблонда 11А и блонд-крем Аш. Я буду выдавливать 10 грамм. Немного для усиления добавлю. Значит, у меня все вместе получается 35 грамм. Так, на этом еще не все. Так как вы понимаете, я вам только что рассказала, что спецблонд у нас очень съедает микс-тона. Прям просто не сильно, а сжирает микс-тона. Поэтому мы с вами будем добавлять еще дополнительные микс-тона. Значит, это 0,11 от Constant Delight. Это антижелтый. Вы его не бойтесь. Вы можете добавлять много. Я вот, например, допустим, добавлю грамм 6. Потому что у меня краски много. Да. И я грамм 6 добавлю. 0,11 какой флор? Антижелтый. Как называется антижелтый? 0,11 в каждом бренде он по-разному называется. Здесь конкретно 0,11 это антижелтый. Запомнили? Антижелтый добавила много. Да, 6 грамм. Дальше. Вы знаете, я полюбила микс-тона от Constant Delight. У нас их придумал эти микс-тона, которые я сейчас вам показываю. Саша Куватов. Мы с ним когда-то начинали вместе работать. Поэтому знакомы еще с лохматых времен. И мне понравилось. Он изобрел эти для Constant Delight микс-тона. Поэтому я вам рекомендую. Они уже готовы. Готовы, чтобы вы не смешивали синий с зеленым. Уже у него готовый синий-зеленый есть. Да, вот антижелтый прекрасный. G1, G2. В котором там, например, синий смешан с фиолетовым в каких-то пропорциях. Поэтому вы вот это можете использовать. Вот реально рекомендую. Уже все попробовала. Но я работаю, я вам сказала, на разных брендах. И какие-то мне особенно зашли, например, краски, я их использую в своей работе. Дальше поехали. Я взяла G1. Добавляю грамма 2. Так. А G1 здесь 3 синего, 1 фиолетовый. Рочка, а по какому принципу, допустим, 2 грамма? Вот у нас здесь 35 грамм всего, да? Нет, смотрите, спецблонд. Для нейтрализации у вас в красителе есть пигмент. А нам надо еще что? Усилить пигмент. И спецблонд у нас особенный краситель. Там не получается по правилу 11-12. Мы добавляем его больше. И, как правило, вы можете там 10-12 грамм добавить. Все зависит от того, какой вы хотите на выходе цвет. Более натуральный, либо чуть-чуть похолодней. Спецблонд, к сожалению, сильно холодным не бывает. Ну, конечно, если вы добавите синий-зеленого много, то на выходе у вас выйдет холодный цвет. Но может уйти немножко в зелень. Поэтому вы тоже будьте аккуратны. Дальше я добавляю G2, где больше фиолетового. Я добавляю 1 грамм. Но это еще не все. Я добавлю синий-зеленого. То есть зелено-синего конкретно здесь. Это 32-ю константа Делайта. Снова на 1 грамм добавляю. Помните, фиолетовый, зеленый. Для того, чтобы у меня с вами не получился зелененький цвет на волосах. И мы с вами вот таким вот образом добавили 10 грамм. Но я все-таки, наверное, еще добавлю пепла. Но пепел, здесь он идет именно пепел, не синий. А смесь, опять же, идет синего с фиолетовым. Он прям такой получается серенький цвет. Если мы добавляем в какой-то там, в блонд, который для тонирования. Это у нас от капуса, по-моему, да? Это кто у меня даже уже забыл? Капус, наверное, все-таки. Капус. От капуса. Я его добавлю еще там, например, 1 грамм. Да, то есть все. Мы с вами не боимся. Добавляем теперь. Помните красителя, сколько мы с вами добавили? 35. 35 грамм красителя. Значит, у нас краски должно быть. Оксида? Да, простите, оксида? 70. Правильно, 70 грамм. Мы с вами выдавливаем. Спрашивать, не улетает цвет вздемнения? Смотрите, мы с вами делаем спецблонг. Он так и останется на уровне десятки. Просто если он у нас с вами хотя бы немножко примет холодный оттенок, будет счастье. Понимаете? Но, в принципе, он у нас должен быть такой нейтральный на выходе. Чтобы был холодный, вам надо будет зеленый вот этот 32-го добавить побольше. В данном случае я не очень сильно хочу делать сильно холодную, да? Я хочу сделать больше нейтральную, но с холодненьким она все равно у нас получится. Потому что, если вы обратили внимание на полотно, но мы сейчас с вами еще красить, когда будем, вы увидите. У нас с вами полотно сверху на концах практически белое, белоснежное, а на затылке больше желтое. Поэтому, конечно же, когда мы будем с вами делать эмульгирование в мойке, я эти волосы тонировать не буду, потому что волосы по качеству, ну, такой достаточно пористый и испорченный, скажем честно. Поэтому мы с вами сегодня будем какую-то делать стрижку, кстати, о стрижке. Давайте сейчас сразу посмотрим, пока мы не намазали, потому что в мокром виде мы, оценить уже с вами это не можем. Сейчас сразу посмотрим. Главное, чтобы мы успели это сделать, потому что, видите, в связи с этим плохим интернетом прям беда такая была. Значит, мы с вами обязательно хорошо все тщательно перемешиваем, потому что у нас здесь много микс-тонов. Если вы плохо перемешаете, то вы ляпните где-нибудь микс-тон, и у вас в этом месте будет клякса. Так что в затемнении он сильно не уходит, это у нас не тонирование. Нам надо с вами, главное, на выходе получить не рыжий оттенок. Вы помните, что когда мы берем краситель, да, у нас шестерка, осветляющий, например, десятку, вы на выходе с шестерки, уйдя в десятку, получаете какой? Всегда рыжий цвет. Так вот, здесь мы с вами должны получить все-таки больше нейтральный, а если нам повезет, чуть-чуть с холодненькой. Потому что на самом деле я красила Наташу только один раз, и я, естественно, не помню, что я ей там делала полгода назад. Вот сегодня мы с вами делаем все снова. Все, видите, у меня однородная масса, все я тщательно перемешала. И обязательно мы с вами добавляем лечение. А сколько я вам говорила, как высчитывать лечение? 10 процентов. Правильно, 10 процентов от массы общей. Значит, у нас если 75 плюс 35, да, получается? 70 плюс 35. 70 плюс 35, 105 получается. Ну, грубо, 10 грамм, да. 10 грамм, значит, 7 и 3. Правильно? 7 грамм у нас кератина и 3 аминокислоты. И сюда быстро мы добавляем. Пока я говорю много. Надо работать. Вот только можно, допустим, например, хоть какой-то вот, не знаю, для себя алгоритм по поводу добавления пигментов. Поговорить? 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 Смотрите, все просто. Вы в спецбалон можете добавлять просто легко 10-12 грамм. Угу. От общего. Условно 20-30 процентов. Ну, вот, если там здесь у нас 35, да, то условно там, ну, процентов 30. Видите, вы просто, у вас зависит это от количества, скажем так, антижелтого цвета. Будете добавлять его меньше, да, там, допустим, будет меньше. Угу. Да, вот антижелтый я конкретно добавила много. Значит, у вас получается самых основных вот этих главных цветов. Фиолетовый, зеленый. Да, фиолетовый, зеленый, пепельный, синий. Вы добавляете, ну, где-то 4-6 грамм. Все остальное, да, то есть вы должны для себя определить. Чем больше у вас зеленого, тем более холодный цвет получился. Угу. Так, и мы с вами побежали красить. Сейчас я по ходу буду говорить, вернее, идти и сразу же размешивать краситель. Потому что времени у нас с вами нет, и мы бежим. Так, в чем здесь сама сложность нанесения красителя? В том, что мы с вами должны найти нашу... Так, секунду, простите, у меня нет заживок, не подготовилась. Значит, вот смотрите, у нас с вами седина, видите, есть очаги. Поэтому мы с вами должны, на самом деле, сейчас я расческу возьму, определить для себя, как мы красимся. Вот конкретно здесь, в данном случае, да, я оставлять буду наши очаги. Я их не буду красить, я их выискиваю. Видите, вот они у нас конкретные очаги. Они у нас прям белоснежные. Наташа моет дома шампунь фиолетовый у нее. Мы с вами их выискиваем, потому что я сейчас их сразу же под зажим сделаю. А все остальное мы с вами покрасим. Выбираете, потому что иначе, если вы их покрасите сейчас, они будут кипельно-серые, то есть такие кастрюлька. Потому что осветлять здесь ничего не надо, и мощность красителя у вас уйдет вся уже на затемнение. Что, естественно, нам не надо. Вот эту кастрюльку нам желательно не делать. И в чем сложность окрашивания? Здесь окрашивание получается мы делаем более долго, потому что, вы видите, я вытаскиваю ее седину. То есть я все-таки смотрю, что и где мне нужно сделать. Вот блок 1 вот здесь я нашла. Сейчас я его заколю. И остальное, опять же, у нас будут определенные сложности в окрашивании. Сейчас все это вы увидите. Так как у нас каждый клиент, он индивидуален, вы подбираете окрашивание для каждого самостоятельно. Здесь никто вам ничего подсказать не может. Так, ну приблизительно вот здесь мы выбрали. Сейчас мы один заколем очаг. И на другой перейдем. Здесь вот тоже у нас он есть. Выискиваем его. Видите, здесь еще посерединке у нас идет. Поэтому все это, видите, убираете. Так, чтобы у нас все было красивенько. Его придется... Вот смотрите, у нас вроде как он белый, да? Но прям совсем-совсем, видите, по контуру. Поэтому мы тут его ищем. Потому что вот это, видите, нам придется с вами красить. Видите, цвет все равно здесь есть. Может быть, выглядит там какие-то мелкие, по-моему, пеном. Так, теперь вот с этой стороны. Вот в этом, видите, сама сложность у нас в том, что это окрашивание. Нельзя заезжать на седые волосы. Нам надо их выбрать. А седые волосы потом будем отдельно окрашивать, да? Именно вот этот, вот это пятно, мы вообще окрашивать не будем. Мы его будем потом эмульгировать. И оно у нас приобретет именно прохладный оттенок. А седые волосы, которые у нас везде перемешиваются, конечно же, мы будем красить. Это будем делать обязательно. Пожалуйста, а вот как спецбаллон по качеству волос, что он дает? Ну, как краситель. Это же амячный краситель. Конечно, уже он подсушивает волосы, но это не порошок. Конечно, качество волос лучше. Так, все, я здесь разобрала. Значит, вот смотрите, основное в чем. Как мы с вами уже говорили, у нас есть здесь три цвета по волосам. И вы должны искать по поводу седины. То есть там, где самые темные, меньше всего седины, оттуда мы с вами и начинаем красить. И помните, я вам говорила уже о том, что у нас есть небольшой участок восьмерки. Да, поэтому мы с вами красим корень и немного заезжаем на восьмерку. Пока еще немного, то есть сильно не надо. Видите, у нас затылок самый темный, и я начинаю опускаться сюда. Прокрашиваю здесь. Делим, как всегда, мы с вами на четыре зоны. Единственное, Настя, моя Настя, если нас смотрит... Значит, вот смотрите, видите, у меня очаг здесь. Видите, вот он очаг. Я стараюсь делать так, чтобы очаг не покрасить. То есть я этот очаг выискиваю, видите, убираю. И крашу вокруг. Вот в этом сложность в том, что когда у нас с вами очаги вот такие плотненькие, я их оставляю. Эти очаги я крашу через 20 минут после того, как я нанесу на все волосы. Поэтому вот я сейчас даже по прямой здесь покрасила, видите, по пробору. Я перехожу на следующую зону. Я Настю хотела. Настя моя, Настя, если нас смотрит. Скажи, пожалуйста, в следующий эфир в час или во сколько, в два будет, мы успеем сделать стрижку? Здесь Настя пишет. Ага, Настя, потому что мы в связи с тем, что мы опоздали... Вот обратите внимание, у меня здесь еще на этой стороне прям симметричный очаг. Вот посмотрите, видите, вот он. Я вот здесь тоже должна этот очаг убрать, я не должна его красить. Поэтому сейчас мы с вами аккуратно дойдем до него и я его оставлю. Вот проблема вот именно окрашивания сединой и спецблонд, про что я вам говорила. А если не добавляю пигмент, если, допустим, мы запросим на такую натуральность, то в принципе можно... Он будет ярко-желтый, если вы ничего не добавите сюда. Аккуратно, смотрите, какими проборами тоненькими я работаю. Я должна контролировать и видеть, чтобы я не заехала на зону выше, там где девятка. То есть я делаю корень и только восьмерку свою по окрашиванию. Следующий эфир в пять, поэтому все успеем. Ага, хорошо, спасибо. Так, а все хотят стрижку, кстати, посмотреть. А то я тут вас настроила, что мы работаем долго. Кто не хочет... Напишите, я тогда, может, делать не буду. Кто не хочет сахара или сливок, да? Здесь мы с вами, видите, я иду небольшими проборами, аккуратно, не заезжаю на девятку. А тем более, если где-то у вас, если белые волосы, то здесь тем более мы не заезжаем. Да, красивый здесь, конечно, цвет. На концах ты имеешь в виду? Такой он прям хороший натуральный. Да, и главное, девчонки, мальчишки, сегодня с нами мальчишки есть? Не знаю, там ничего? Пока мальчишки в подполье. Пока мальчишки прячутся, ясно. Значит, если ваша клиентка говорит, показывает вам цвета сильно холодные, платиновые, вот такие вот оттенки, то вы должны сразу чётко понимать, спецблонд мы не берём. Спецблонд никогда, просто никогда не может дать вам того, что даёт у нас тотал блонд. Вот вы должны это чётко понимать. Поэтому, когда мы хотим перевести клиента из тотал блонд в спецблонд, ему может не понравиться, потому что это разные цвета. У нас всё-таки спецблонд даёт более натуральные оттенки. Понимаете, он не даёт, вот, как лист бумаги, да, он не даёт, как кастрюлька, он не может это дать просто по своей природе. Поэтому, если тотал блонд, значит тотал блонд. Улечка, ну мы, в принципе, для чего вот клиентов переводим на спецблонд? Более щадящий вариант. Да, то есть здесь, получается, стоит выбор. Либо человек остаётся с волосами, да, и в светлом варианте, на белой стороне, либо, ну, без волос. Ну, да, вы знаете, те, кто носит тотал блонд, не могу сказать, что их вообще реально перевести. Они не видят себя, им не нравятся. Вот мы, например, допустим, переходим в спецблонд, а потом начинаем добавлять мелирование для того, чтобы было белее. Ну и смысл, понимаете, во-первых, работы нет, ну вам-то, конечно, оно ничего, это всё-таки ваши деньги. Но проблема в том, что с каждым разом волос всё хуже, 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 хуже. Ну, уж тогда сразу делайте ей блонд спец. Не спец, а тоту. Вы, значит, вот здесь вот подойди, видишь, я выискиваю здесь пятно. С этой стороны встань, его не видно. Ага. Видите, вот здесь вот у меня очаг, про который я вам говорила. Видите, я аккуратно до него дошла, до этого очага. Его выискиваю. Где он у меня? Видите? Вот. И я его собираю, видите, здесь у меня тёмненькая попалась. Ювелирная работа. Это ювелирная работа, девочки. Спецблонд, он действительно капризный, очень-очень капризный. Поэтому вы должны просто понимать ещё это. Видите, вот здесь я вокруг уже тогда крашу. Выискиваем. Тут сразу видно, где тёмные волосы, где не тёмные. Поэтому вы это всё увидите сами, когда начинаете работать. Если чуть-чуть вот попало, ну, можете чуть-чуть провести, потом доделываем его. Потому что, конечно же, на 100% выбрать все волосы невозможно. Ну, это просто нереально, поверьте. Это можно, я не знаю, там, целый день тогда искать эти волосы. Краевую зону можете прокрасить сразу. Голову чуть-чуть вниз. И продолжаем нанесение красителя. Если седины нет, я вам рекомендую наносить сразу сверху. Потому что всё-таки верхняя зона у нас, да, это фронт, да. То есть это всё-таки лицо клиента. Вот видите, я ещё один отчат нашла. Вот он, смотрите, он беленький у меня. Видите, вот прям, прям вот здесь вот он торчит. А вот здесь вот его уже нет. Поэтому вот здесь я вокруг буду красить. А это отчат и у меня не остаётся. Задавайте какие-то вопросы, пока я наношу. У меня рот свободен. Я могу с вами поговорить. Задим вопросиков. Да, какие у вас там возникают вопросы. Наносим всё очень тщательно. Помните, заезжаем только на восьмёрочку. На девятку мы с вами не заезжаем. Улечка, вот, кстати, на этом пока вопросов нет. Я хочу вам поздавать. Вот краситель, да, если у нас там вот остаточные какие-то, да, вот остались явления, насколько он может это поднять? Остались что? Ну, от красителей там, да, у нас были окрашены. То есть вот краситель осветляет, да, получается, поднимает. Насколько примерно там. Надень 2 тона. Но, скажем так, нам просто блон там выше уже куда нам ещё-то выше поднимается. Нет, ну, если вот, допустим, нам почистить базу, как вот сейчас вот, ну, вот у нас восьмёрку около корней, да, то есть мы поднимем её до девятки. До десятки. До десятки мы её поднимем. То есть, в принципе, даже если вот у нас было милирование, да, и промежуточные вот эти вот, которые там окрашены, да, между милированием. Там мы не поднимем. Не поднимем? Почему? Настолько не поднимем. Потому что там у нас натуральный волос, а натуральный волос мы не сможем поднять, надо густо наносить. То, что касается межпрядок, вот этот вот, да, то получается, мы должны тогда сделать милирование, то есть завернуть всё в фольгу, и остальное тогда всё прокрасить. Нам нужно здесь, основное условие спецблонда, это густое нанесение. Кстати, вы обязательно это учитывайте. У нас должно быть густое нанесение. Вот сейчас в данный момент я ещё не прокрашиваю затылок второй раз, но буду. Сейчас я вам покажу, потому что это первое как бы нанесение. Здесь, опять же, я смотрю на свои очаги седины. То есть, вот смотрите, у меня здесь неравномерно. Здесь потемней, здесь, видите, посветлей, но не так, как у лица. Поэтому мы с вами здесь наносим. И здесь у меня уже девятка, видите, не восьмёрка. Видите, вот эта зона жёлтенькая. Поэтому я аккуратно наношу до. Смотрю на свой краситель. Не краситель, вернее, на волосы, которые я окрашиваю. И маленькими проборами мы с вами двигаемся, потому что у нас здесь много седых волос. Соответственно, мы маленькими проборами, когда двигаемся, мы всегда можем остановиться, не наносить краску. Тихо-ка, если вот измелирование в тотал блонд, на спецблонде, то есть получится у нас тоже более светлённые прядки ещё светлее же. Измелирование в тотал блонд. Опять же, делаем всё в фольгу тогда, чтобы было удобно. То есть вы повторяете милирование, да? А остальные волосы обесцвечиваете, чтобы просто волосы не отвалились. Потому что если вы на уже обесцвеченные волосы ещё раз нанесёте мощный краситель, боюсь я, он у вас волосы не выдержит. То есть даже спецблонд, да, может помочь волосу... Как ты же спросила про тату, да? Нет, ну вот с помощью спецблонда кто-то облонд перевести из милирования возможно. Если просто вот, допустим, у нас было милирование, да, а мы решили всё закатать спецблондом. У нас никогда не будет спецблонд как тотал блонд. У нас тотал блонд, мы с вами уже говорили, да, то что у нас всё-таки более натуральный. Чтобы вы не делали, цвет получается более натуральный. Поэтому никогда у нас он не станет токовым. Ну, тут у нас же... Вот здесь, смотрите, видите, здесь у меня тоже, видите, очаги, посмотрите. Видите, очаги здесь больше седины. Видите, вот здесь вот седины больше, вот здесь вот её меньше. Поэтому я тоже выискиваю это всё. И то, что где седины меньше, то я, естественно, прокрашиваю. Смотрим опять же на волосы, видите. То есть мне приходится здесь просто виртуозно ловить всё. Вот здесь смешанный опять тип. Идёт аккуратно всё мажем, да. Вот этот блок, видите, мне придётся, наверное, оставить. Раздвигаем всё. Боже мой, как тяжело, а. Да, работаем. Да, видите, вот здесь уже седины больше, чем вот то, что я прокрасила. Обратите внимание. Я его сейчас в данный момент оставила. Дальше разбираем волосы. Дальше смотрим. Здесь у нас, да, видите, седины чуть-чуть больше. Поэтому. Вопросы по накладыванию. Типерблонду нужно уже накладывать, а не размазывать, чтобы хорошо осветлилось. Можно, конечно, накладывать. Но мне-то надо промазать ещё и в корне поглубже, да, а не поверху это сделать. Поэтому вам, как ни крутите, надо чуть-чуть в беде, да, чуть-чуть вот красочку положить поглубже, да. Видите? То есть я её всё равно кладу. Вот здесь вот у меня тоже тёмненькие. У меня ещё больше размазывать, честно говоря, как бы размазал тогда. Нет, нет, нам размазывать, во-первых, на всю длину мы с вами не размазываем, да. То есть у нас с вами есть определённая линия. Вы видите её, и мы только украсим им именно до этой окрашенной ранней линии. Так, ну, приблизительно, наверное, вот так, потому что здесь у меня больше не получается. Здесь остальное вроде как посветлее. Сейчас я сразу здесь височек прокрашу. Видите, у меня здесь вот я оставила зону, которая больше имеет седину. То есть здесь вот на этой зоне седины где-то 50% у нас. Сейчас я сразу здесь прокрашу висок. Также вы, когда висок красите, смотрите на свою рабочую зону, на седину. Видите, вот здесь у меня седина есть, я её отодвигаю. Видите? Здесь её больше прокрашиваю. А видите, снизу у меня вот её мало. Поэтому я прокрашиваю зону. В любом случае, я понимаю, что его должно быть достаточное количество, чтобы он хорошо сродок. Да, я же говорила, мы его наносим густо. В отличие от обычного тонирования, мы наносим очень густо. Это красители для седины и наносим густо спецблонные. Ну и порошок, собственно, тоже, если мы работаем порошком. Вот мы тоже наносим густо, поэтому наносим. Всё это хорошо. Но где-то вы попали, если на седой волос, ну, значит, попали. Понимаете? Потому что, ну, невозможно просто нереально собрать вот это вот всё. Вы видели, какая у нас неравномерная седина. То есть, ну, невозможно, честно. Вот, оставила, видите, я вот этот вот, да, где у меня 50% седины, я оставила. И оставила, где у меня 100%. Опять же, на другую сторону. И аккуратно, так же с другой стороны работаем. И сейчас вы увидите, какая она уже будет сидеть серая. Кастрюльки? Кастрюлька такая. И вот в этот момент клиенты начинают двояться. У нас тут появится кастрюлька. Да. Что они такие останутся. Смотрим. Обязательно смотрите все свои волосы, которые вы красите. Потому что, ну, действительно, видите, у нас рисунок здесь не одинаковый. Видите, вот здесь вот опять пятно. По бокам оно потемней. Там оно посветлее, видите. Я его оставляю, это пятно. Видите, как сложно, получается, работать с сединой со спецбурном. На это сейчас вы все посмотрите и скажете, нафиг нам это надо. Порошком закатать к чертову матери. Здесь вот у нас тоже где-то с вами было пятно. Ну, действительно, Ольга, а стоит ли вот так вот изгаляться? Ну, вы знаете, красивый же цвет получается. Красивый, но порошком тоже можно. Нельзя. Почему? Потому что порошок и обестреченный, это два окрашивания, это большая нагрузка на волосы. А здесь я покрасила один раз, и у меня уже хорошо все. Не все же любят порошком, понимаете? Не всем подходит порошок. У многих все-таки волосы сразу же просто опламываются, отваливаются. Волосы разной чувствительности. Спрашивают, Карина, получается, что состава должно быть больше, чем 30 грамм, как обычно, на корне разводим. Конечно, больше, да. Вот мы мешали, у нас получилось 35, да? У нас 35, а один к двум разводим. Да, причем их стана, то есть там это примерно плюс еще 10. Нет, микстанама вообще не учитывая. Нет, ну это в общем, да, там, вот, 10 грамм, там, примерно, микстанов, и 70 грамм оксида, то есть один к двум. То есть раз 5. И? Ну это я нет, рассказываю Карине. А, да, красителя должно быть много. Вот я сейчас нанесла, да, вот уже практически, как видите, все. Я уже брала, видите, здесь у меня тоже остаются хвостики, видите, они совсем беленькие у меня у лица, и я вот их тоже не крашу. Именно сложность красителя состоит именно в том, что надо выбрать волосы. Но, если вы попали, ну, значит, попали. Просто вы увидите, что он будет более серенький. Будет зелененький. Нет, ну, более серенький, скажем. Да, я шучу, да. Чем все остальное. Вы не переживайте, все будет хорошо. Я знаю. Так, и, значит, смотрите, мы с вами прокрасили сейчас в одну сторону, и, как всегда, мы с вами будем прокрашивать еще раз в другую. Но, так как я сейчас тут уже опустила волосы, да, я поднимаю обратно и начинаю уже опять снизу прокрашивать затылок. То есть я аккуратно все... А прикольно, кстати, цвет такой здесь и получается. Да, понятно. Опять же, только корешочки. Я просто проверяю, как я покрасила. Да. Аккуратненько проверяю, домазываю, если мне где-то что-то надо. Я в данном случае не заезжаю, как вы видите, на девятку. Не заезжаю. Я до девятки еще не дошла. Я все аккуратно еще раз промазываю, прокрашиваю. Как вы помните, я и седину вчера также наносила в плане того, что я второй раз прокрашивала. Как говорится, туда-сюда крашу. Аккуратно еще раз донаносим, потому что краситель у нас должен быть густо нанесен. И видите, уже цвет меняется. Она такая вот прям кастрюлька становится. Ну, да, такая красота. Прям черноватая, да, такая даже? Нет, ну, она сероватая, сероватая, голубоватая. Наносим все это еще раз. И вот я, когда нанесла еще раз, после этого только я буду засекать время. То есть у меня краситель, как видите, уже работает. Поэтому, когда мы говорим, время выдержки красителя 50 минут, да, и можно 50 минут сходить вокруг человека, а потом дать еще время 50 минут, да? Да, да, да. Хорошо. Значит, смотрите, если вам не хватило красителя, да, потому что у нас, вот мы сейчас, допустим, я сейчас докрашу и засеку время, да, и мы с вами после того, как я засекла время, и еще через 20 минут еще раз подойдем и еще раз будем наносить краситель. Так вот, если у вас не хватило красителя на второй раз, ничего страшного, вы можете пойти и развести новый. Понятно? Ну, у вас как бы будет краска чуть-чуть помощней, так как будет посвежей. В данном случае я не буду этого делать, потому что, не помню, но мне кажется, мы не разводили новый краситель, мы докрашивали, у нас было нормально все, да? Потому что вы, конечно же, можете понять из практики только, как хорошо осветляется волос. Потому что я вам говорила, что бывает очень стойкий пигмент, и он, ну, нифига не осветляется. Тогда, конечно, вы себе на второй раз продумайте и тогда разводите свежий краситель. Если вы видите, что у вас волос осветляется хорошо, а, как правило, если у вас все-таки семерка на волосах и выше, он осветлится с 12%. А если у вас шестерка-пятерка, то, конечно, вам лучше тогда развести свеженький краситель, чтобы добавить сюда. Добить его. Добить, да. Дотянуть, скажем. Вот, вы это тоже можете себе записать. Учка, а сколько вообще максимально можно выдерживать? А где-то общее время выдержки вы можете максимально час-двадцать, час-десять, час-двадцать сидеть. Спокойно, да? Спокойно. Смотрите, просто уже из практики вам такой вот как бы совет. Если вы хотите похолодней, то не смывайте 50 минут, смывайте через час и больше. Потому что холодные начинают цвета проявляться только уже после. После часа. Я аккуратненько то, что вот прокрасила, как видите, уже перекидываю назад. У кого-нибудь вопросики, может быть, еще есть? Может быть, кому-то что-то непонятно. Все ли видно, кстати, хорошо? Да, как нас видно, как нас слышно. Трясутся ли операторы руки? Сейчас мы с вами еще порешаем задачи. У нас, да, время с вами есть. И мы сейчас с вами как раз поговорим о спецблонде. Почему? Что? Поэтому вы там, у кого нет еще тетрадочки, возьмите все с собой, чтобы мы с вами записали. Так, как видите, я прокрасила свои зоны. На височках можете, конечно, прокрасить еще раз, но я уже прокрасила все. Здесь единственное вот этот вот височек у нас еще. Так как он у нас, видите, особенный тут. Ага. С очагами такими. А вот эти вот зоны, то есть мы, получается, будем... Через 20... Ешкин кот. Через 20 минут. Прошу прощения, тут небольшая. А, Варя. Так, время засекаю. Вот сейчас время у нас, давайте по тем часам, три ровно, да? Нет, значит, не три. 15 минут. 12-15. Значит, через 20 минут у нас будет 35. Вот в 35 минут мы с вами подойдем и будем прокрашивать еще раз. Так, все, у нас Наташа с вами сидит. Смотрите, что я сейчас делаю. Ну, это вот, видите, автоматическое движение. У нас с вами должен поступать кислород. А, соответственно, когда я делаю так, я даю кислород в воздух. Вы помните, что все красители у нас работают с кислородом, да? Симоскреация вступления с кислородом. Именно создание искусственного пигмента идет на основе кислорода. Так, мы с вами отставляем в сторону это все, нам еще это все пригодится. У меня, кстати, здесь еще, видите, куча красителей осталось. Вот, но вот здесь, видите, белый, а снизу более золотистый. Поэтому там посмотрим, может быть, немножко растянем, да, на длину тогда. Просто здесь, чтобы немножко поднять тоже вот наш уровень. Давайте с вами теперь поговорим. Почему я взяла 11А, например, допустим. Скучи, лучше. Видно, главное, чтобы видно было, не отсвечивало. Ну да, чтобы не отсвечивало. Так, давайте посмотрите, отсвечивает либо нет. Напишите, отсвечивает или нет доску. С вами существуют в спецблонде красители. Например, мы с вами о чем говорим? Об эстелле опять, что ли, да? Ну, наверное. А вспомните, какие там цвета в эстелле есть? Спецблонд, там стотка. Ну, стотка, да. Это подключение. А, вот все уже, это вроде опять в эфире. Девчонки, помогите мне, пожалуйста, кто на эстелле работает. Какие у нас с вами спецблонды в эстелле? По-моему, там 116-й, да, есть. Ну, что-то такое, да. 117-й, по-моему. Что еще? Напишите мне, пожалуйста, девчонки, я просто реально не работаю на эстелле. Я не помню, какие у нас с вами есть спецблонды. А, по-моему, 161 еще, да? Угу. 161 есть. Отсвечивает, не отсвечивает? Ну, вроде так вот, я смотрю, на экране отсвечивает, вроде нормально. Нормально. Вот так я повернула? Хорошо, да? Давайте, значит, тогда вот приблизительно, если что-то там напишите, девчонки, я тогда добавлю, для того, чтобы мы с вами поняли, что же нам с вами делать. Давайте с вами поговорим. Как правило, мы, когда работаем со спецблондами, у нас в основном приходит тон. Приходят девчонки с каким уровнем тона, глубины? Как правило, шестерка, семерка. Да, и мы их нормально, спокойненько переводим в спецблонд, более светлые тона. Давайте определимся. У семерки, у ГТ какой? Не у ГТ, а фон осветления. Мить. Это значит, у нас в эстере четверка, да? Да. Получается четыре, да? Угу. Четверка. А у шестерки? Сорок три. Ой, сорок пять. Нет. У них, получается, здесь... Ой, нет, значит, семерка сорок три, да, здесь четыре, да, да. Да, вы тоже, девчат, участвуйте, пожалуйста, в процессе, да, а то Лена меня тут путает. Я вот смотрю, что-то она мне не то говорит, я-то расслабилась. Кручу, я вижу, что запутать хочу. Да, значит, и вот это вот основное, что вы должны знать. Поэтому, когда мы с вами выбираем краситель спецблонд, мы с вами отталкиваемся именно от УГТ, то есть от натуральной базы клиента. Это именно большая разница с обычными красителями, потому что мы, когда с вами работаем обычными красителями, мы отталкиваемся от желаемого цвета, да. То есть, например, если у нее семерка, она хочет восьмерку, я буду рассчитывать все пигменты, да, все микс-тона именно на восьмой уровень тона. Согласны со мной? Кто понял вот это, напишите. Кто не понял, я еще раз повторю, потому что это важная особенность. Что касается красителя спецблонд, у нас все наоборот. Понимаете, все наоборот. Вы должны отталкиваться от старта, то есть от натуральной базы клиента. Только в этом случае вы правильно тогда выберете свой краситель. То есть, если у вас шестерка, вы должны отталкиваться от шестерки, а не от десятки. Она же хочет быть десяткой, и вы будете пигменты добавлять, а на десятки там только фиолетовый. И вы в итоге ничего не получите. Понимаете, вы возьмете не тот краситель, не те микс-тона. Вы должны понимать, что у нас с вами идет от шестерки. И, соответственно, смотрите, вот у нас шесть, дальше идет семь, дальше идет восемь, девять и дальше десять. Правильно? Угу. Сколько получается? Пять. Мы с вами... Ай? Пять. Пять. И вы должны четко понимать. Мы с вами, когда высчитываем, на сколько тонов осветляется, мы с вами должны четко высчитывать. Нам с вами надо пройти весь этот уровень шестерки. И дальше только вот эти вот у нас с вами пошли. Понимаете? Никак не по-другому. Мы с вами не можем считать, что вот сразу из шестерки мы попали в семерку. Нам всю шестерку надо осветлеть. Затем всю семерку, восьмерку, девятку и десятку. А если стойкий пигмент, то, возможно, у вас остановится еще на девятке или девять с половиной. То есть вы должны это учитывать. Поэтому, когда у нас уже шестерка, ну или, допустим, стойкий пигмент в семерке, вы всегда можете добавить усилители. По-моему, здесь тоже есть усилитель какой-то аммиачный. Не помню такого. Кто-нибудь знает, есть усилитель в эстеле? В эстеле какой-то есть там усилитель аммиачный. Там то ли 0,0 какой-то там у них был. Что-то там. Или А, что ли, какой-то аммиачный был. Ну, там... Что-то, что-то у них такое было, мне кажется. И вы тогда можете его еще добавить немного, потому что он еще более, скажем так, челочной. И он еще больше усиливает тогда краситель. Вот. Поэтому, значит, основное правило вы должны правильно высчитать. Да, то есть вы должны правильно определить наш уровень глубины тона. От этого мы с вами подбираем. И вы должны точно понимать, на сколько тонов вам надо осветлить. Да, если вы, например, допустим, хотите остаться на восьмерке, то вы какой возьмете оксид? А, пишет 3,0,А. 0,0,А. Вот я же говорю, там А какой-то есть. Вы можете его еще добавить. Это, по-моему, усилитель именно аммиачный. Аммиачный, типа он клир, он типа как клир, что ли, или нет? И он еще А, значит, он еще имеет синий в своем составе, правильно? Мы же можем его добавить немного для усиления. Мы можем его добавить для, если мы создаем какие-то новые красители, правильно? То есть нам надо на тон светлей там, допустим. Или можем, например, допустим, добавить его как усилитель. Девчонки, так я говорю правильно, мы тоже, значит, с вами сможем с ним сработать. Вот. Значит так, давайте теперь с вами все-таки определимся. Какой оксид? А? Какой берем оксид, да? Да, какой мы с вами остановились. Вот я хочу, допустим, дойти до десятки. С шестерки до десятки. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Это очень много на самом деле. Сейчас я Наташа отдам, потому что пока она может, пока мы тут заняты своим делом. Это очень много. Многие производители заявляют, что их спецблонды поднимают до пяти уровней. Ну, из практики могу как бы сказать, что далеко не все поднимают до пяти уровней. Максимально, как правило, до пяти уровней, но не поднимают. Поэтому и получается, что если вы остались там на девятке, вы же получили блонд. Получили. Но не тотал блонд. Понимаете, в чем разница? То есть вы либо на девятке, либо на девятке с половиной останетесь. Поэтому вы должны понимать, те, кто носит тотал блонд и хочет очень белый волос, такой вот пепельно-белый, вот это им вообще не подходит. Это не их тема. Сразу обесцвечивайте и томируйте. Самый идеальный вариант в цвете. И быстро. Да, вы в моечке ее там чуть-чуть затонировали, да, этим цветовой балью, у вас получился идеально ровный цвет. Здесь все немножко по-другому. Поэтому те, кто не понимает вот этого среднего такого оттенка натурального, то, значит, вы его не делаете. А те, кто все-таки любят, вот это как раз тема для вас. Значит, смотрите, я пробовала, как бы я уже сказала, разные красители. И дотягивают до холодного, ну, практически никто, да. То есть холодный цвет сделать очень сложно. В основном получается нейтральный. За счет седины мы можем немножко холоднинку придать, когда мы работаем со спецблондом. Поэтому, конечно же, конечно же, по секрету вам скажу, если вы видите, у вас уровень как бы глубины, не уровень, а уровень осветления не дотянулся до десятки, да, мы с вами тогда тонируем волосы. Мы можем в моечке их еще затонировать, придать более холодный оттенок. Потому что вы же понимаете, пока наши мекстона дойдут до десятки, с 12-процентным окислителем, мы с вами, да, должны сначала здесь убрать медный, потом здесь у нас еще медно-золотой, потом мы еще боремся с остатками меди и золотом, здесь золото, и вот здесь у нас уже он выдохся вообще. То есть все наши мекстона, которые мы добавляем, они просто съелись и до десятки не доходят. Поэтому если у вас получится нейтральный, такой бежевый цвет с легким вот отливом холодного, вы просто звезды. Честно вам скажу, у вас все получается. Потому что это правда тяжелый краситель. И бренду у нас не дают такой возможности, хотя и заявляют. И там добавляют даже зеленый. Есть, например, допустим, у, по-моему, у Матрикса даже есть зеленый в составе. И опять же, он на выходе не дотягивает до десятки. Он хоть и зеленый, он получается серый, но когда начинает вымываться, он становится оранжевым. Такой вот желто-оранжевый, такой грязноватый, не выше девятки. То есть я пробовала разные. Поэтому вы всегда можете следующее окрашивание, вот как мы сейчас делаем, да? Вы знаете, что достаточно красиво смотрится с глубиной цвета. Если у вас у корней будет более натуральный, чуть-чуть потемнее, а дальше будет у вас красивый вот блонд, как вот у Наташи, это очень достойно смотрится. Вы же видели? Красиво смотрится, нормально. И вот эту зону, которую у вас предыдущие окрашивали, вы всегда можете поднять еще следующим окрашиванием. То есть у вас будет красивое ровное полотно, чуть-чуть с глубиной тону корней. Это сейчас, вы сами знаете, это модно, это так мы все притемняем корни. Так что работать спецблондом я вам рекомендую. Получается действительно классно. И вот теперь давайте с вами все-таки определимся, как выбирать наш краситель. Когда мы с вами говорим, 43, да? Вот семерка у нас, 43. А, ну я вам не сказала, да? Если мы из шестерки хотим восьмерку, то здесь конкретно вы можете взять 9% оксин, чтобы нам не засветлить до десятки. То есть мы с вами остановимся тогда на восьмерке. То есть он спокойно, шестерка, семерка, восьмерка, девятка у нас поднимет на три уровня тона. Отлично поднимет, вы на нем остановитесь. Но если вам нужно дальше идти, то есть, скажем так, чище, понимаете, чтобы у нас холодный цвет еще как-то более-менее лег, вам надо осветлить сильней, то есть осветлить больше, чтобы потом чуть-чуть уже он ушел, вот этот вот холодный цвет затемнил, как бы, да, чуть-чуть вот приглушил. Потому что если вы не дотянете, у нас и не будет холодного цвета. Ну не будет никак. Поэтому давайте мы с вами как бы определимся. Вот она хочет, значит, из семерки выйти в холодный цвет. Что нам для этого сделать? Мы с вами смотрим наш фон осветления семерки. Он у нас 43. Какой из наших красителей мы должны взять изначально, чтобы нам хотя бы нейтрализовать, чтобы он получился не сильно желтым, вот хотя бы сделать нейтрализацию. А вы знаете, что все пигменты, которые в красителе, они делают нейтрализацию, но в конце выдыхается, и у нас даже холодного не остается, у нас получаются золотистые оттенки. Даже любой, вот какой холодный вы возьмете, он будет золотистый. Если вы возьмете сотку, да, как правило, у вас чистое золото будет. Возьмете вот этот, у вас даже появится рыжинка. Хоть он у вас холодный шоколад. Понимаете? То есть пепельно-шоколадный. Но у вас за счет того, что семерка содержит в себе, в принципе, медь, вот в этом шоколаде, во всем шоколаде содержится медь. Вы тоже должны это знать. И поэтому, когда вы сразу добавляете медь, что вы получаете на выходе? Ну, никак не холодный шоколад, а получаете четко золотистую медь. И вот эта вот единица, она не сыграет никак. Потому что еще раз вам объясню, это спец-блонд. Он просто другой. Он вообще не поддается понятию, как он работает. Вы просто должны знать, что изначально, если у вас уровень УГТ семерки, значит, соответственно, 43. Какой вот из этих мы должны взять? Из наших, то, что у нас имеется спец-блонды. Какой? Скажите мне, девочки. Напишите. Ну, ты тоже у нас. А, 116-й. Тоже расслабилась, да? Почему 116-й? Ну, потому что единичка нейтрализует, соответственно, вот наш уменьшитель. Ну, потому что у нас идет 116-й. Это какой у нас? Это синий-фиолетовый. Это синий, а здесь фиолетовый. Правильно? И, соответственно, синий у меня, возможно, немножко заглушит. И этот у меня, возможно, немножко заглушит. Но мы же понимаем, что если мы вот это взяли, мы, значит, взяли, например, допустим, сразу же 116-й плюс 12-ти процентов. Никак не по-другому. Правильно? Ну, на этом еще не все. Если я просто это возьму, у меня будет такой натурально-золотистый цвет. Все, ничего другого у вас не будет. Поэтому вам сюда надо сразу же добавлять микс-тона. Какие? Ну, соответственно, еще синенькие, еще дополнительно фиолетовые и зеленый наш любимый. Синенький, фиолетовый и зеленый. Синенький, фиолетовый и зеленый. Ну да, либо там пепел вы добавляете, либо у нас есть с вами синий-зеленый микс-тон. Есть у нас с вами, как я вам показала, синий-фиолетовый и так далее. Вот. И самое главное, наверное, в Астере тоже есть уже антижелтый. Я не верю, что в Астере нет антижелтого. Ну, есть антижелтый, анти-йелл. Там есть такая прям серия анти-йелл. Прямо вот есть, потому что у них такое количество цветов, что там не может не быть. Это анти-йелл есть, кстати, хорошее. Значит, соответственно, да. Значит, значит, соответственно, самый первый цвет, который вы добавляете, это какой? Микс-тон. Зелененький? Это антижелтый. Начинаем всегда с него. Как только у вас, клиентка, слово есть блонд, да, и, значит, соответственно, в нем априори присутствует желтый. Согласны со мной? Ну, просто априори. Блонд – это всегда желтый цвет. Ну, он там такой, как гелевый такой получается. Ну, какая разница? Это же микстон? Ну, просто высокий процент дощелочий и все такое. И что? Убьем его. У нас с вами антижелтый микстон. Возьмите с другой фирмы. Не вообще, не жалко ни разу. Главный результат. Первое. Антижелтый микстон. Обязательно добавляем. Потому что, как слово блонд, вы слышите, мы хотим блонд. А блонды у нас откуда начинаются? С восьмерки. Они все блонды. Всегда сразу антижелтый. Очень, девушка спрашивает, а зачем зеленый? Он же красный нейтрализует. Скажите, пожалуйста, мне, девушка, как зовут? Карина. Кариночка, скажи, пожалуйста, мне, вот эта цифра, это что? Это медь. Скажи, пожалуйста, что у нас в меде содержится? Из чего состоит медь? Что такое медь? Из чего состоит у нас медный цвет? Карина, напиши, пожалуйста. Оранжевый цвет из чего состоит? Пишет? Пишет медь. Медь. Так. Из чего состоит медь? Что такое медь? Из чего состоит медный цвет? Красный и желтый, верно, Кариночка? Кариночка ответила на свой вопрос. Красный присутствует все-таки у нас в меде. А у нас меди на уровне семерки много. А, соответственно, и красного тоже много. Поэтому мы с вами работаем и добавляем зелененькие цвета, для того, чтобы нам нейтрализовать все-таки красный. Потому что с желтым бороться легче, чем с красным, чем с медным. Тем более на седьмом уровне, он, конечно, там очень серьезный такой медь. Да, совершенно верно. Если мы с вами говорим об этом, то поэтому и добавляем с вами дальше еще зелененький. Поэтому дальше мы с вами... Медь у нас, да, нам надо еще побольше ее нейтрализовать. Вот у нас идет синий, да? Да, синенький, зелененький. Да, плюс зелененький. Правильно? И мы добавляем с вами... И фиолетовый можем добавить тоже. Да, для того, чтобы у нас все-таки зеленый, да? То мы добавляем фиолетовый чуть-чуть. И все это уже немножко. И помните, я вам говорила, что общее количество мекстанов вы можете добавлять... Все зависит от количества, естественно, краски, красителя, который вы составляете. Как правило, вы можете добавлять там до 10 грамм легко. Вот вообще легко. Конечно, основная у вас доля будет у нас антижелтой. Вот эти основные зеленый, синий, фиолетовый, вы думаете, в какой пропорции. Естественно, зеленого немного меньше. Фиолетовый, главное, чтобы вы понимали, фиолетовый из чего состоит. Потому что фиолетовый в себе может содержать больше красного. А нам надо больше синего. То есть фиолетовый должен быть на основе синего, а не на основе красного. И только вы знаете это из практики. Угу. Кареночка нам написала, что спасибо, дошло. И следующий вопрос у Кареночки. Фиолетов там будет мало для нейтрализации меди? Фиолетовых? Да, фиолетовых. Карин, а фиолетовый вообще ни разу не нейтрализует медь. Давайте с вами немножко тогда по-другому. Я вот это сейчас все себе как бы записируйте. Я сейчас это все сотру. Давайте немножко с вами по-другому поговорим. Про 6-4 мы с вами тогда... Крочка у нас уже время подходит. Уже подошло или еще есть? Да, 35. 35, да? Ага, хорошо. Значит, давайте тогда сейчас намажем и будем дальше с вами как-то разбирать. Значит, время 20 минут мы с вами посидели. Смотрим, что у нас получилось, какой у нас тут уже оттенок. У нас прекрасный, прекрасный. Так, кастрюльки. Лиловый такой, лиловый, да, такой, светло-биловый. Ну, все красиво, все равно. Так, и теперь вот смотрите, в чем сейчас основная суть. Мы с вами начинаем, как всегда, с темной зоны, да? Темная зона у нас с вами была где-то тут на середине. Так, вот отсюда мы с вами начинаем. И у нас есть девятка. Помните, вот этот вот уровень темненький, девятки? Все вспомнили, да? Восьмерочку я уже покрасила. Теперь я наношу еще раз краситель и заезжаю на, уже на девятку, который вот у меня тоже было предыдущее окрашивание. Ну, сколько-то раз уже предыдущее. Аккуратно мы с вами еще раз краситель наносим. Видите, и я заезжаю, не заезжаю на белые волосы. На то, что мне не надо красить, я не заезжаю вообще никак. Аккуратно все мы с вами теперь прокрашиваем еще раз. Краситель снова я наношу. Свеженький. Вот так. Все, мы с вами прокрасим сейчас и дальше приступим. Так что никто не уходит. Будем сейчас с вами считать задачи, чтобы вы поняли. Кариночка, да, неправильно написала. Синий же нейтрализует медь. Правильно, умничка. Хорошо исправилась. А то только что я распиналась. Да, да. Умничка, Карина. Пока я крашу, могу вам рассказать по поводу того, что у меня есть на гид-курсе онлайн обучение по колористике. Очень интересный тренинг. Девчонки, если те, кто со мной тренинг прошел, поставьте плюсики. Если вы здесь присутствуете, тренинг рассчитан где-то на 30. Я плюсик ставлю. Мне некуда поставить, я пойду на вас. Хорошо. На 30 у нас астрономических часов. То есть он очень долгий. Рассказываю я там все очень подробно. Информации даю много. Так что, если поставила плюсик, расскажи сама тогда, что ты там определила для себя. Что тебе там зашло, не зашло. Отзывы все, которые я выставляю где-то там в Инстаграме или еще где-то в сериальные отзывы. Ничего, никакой подделки у нас нет. Лена. Улечка, да мне в это все зашло, все нравится. Я уже, в принципе, достаточно, ну... Ну, что-то особенно, когда вот есть какие-то моменты, на которые ты вот не знала. Вот для тебя были как в новинку. Это из-за колористики? Да. Ну, из колористики... Да, в принципе, это, знаете, как... Вот здесь постоянно нужно вообще, как это повторение, мать учения. То есть здесь нужно его постоянно вот освежать в памяти, потому что с чем-то ты работаешь, да, и... А что же у тебя просто выветривать из головы? Здесь нужно просто вот как еще дополнительное... Сейчас не могу вспомнить вот что-то прям... Плохо, что дерево-ло, значит. Я поняла. Нет? Хорошо. Так, девчонки, промазали все, теперь... Я сейчас вам вспомню, я скажу. Просто сейчас у меня врасплох застали. Плюсик поставила, поставила. Поставила. Отдуваться должна за всех. Так не честно же, я тут и так отдуваю в 3 часа, у меня руки с это, пальцы сводят. Я вот с Алейю думаю, кого бы попросить кофейку бы с это принести. Некого. Да. Так, видите, я теперь уже возвращаюсь. И еще раз, как видите, я промазываю туда-сюда. Я вам говорила, что я это делаю всегда. Для того, чтобы не пропустить ничего. Таким образом я проверяю себя тоже. И перехожу, видите, уже дальше, выше на теменную зону. Аккуратно все себе тут красите. Ну, не себе, конечно, Наташу. Вы тоже можете. Да. И мы с вами дальше двигаемся. Опять же, клиенту будет веселее. Аккуратно, опять же, мы с вами... Наташенька, руку, можно? Я просто натягиваю голос. Смотрю, куда я, где. И видите, вот мои зоны, которые были не прокрашены. Вот они, видите? Я теперь их... Запомните, через 20 минут, да? Я их теперь прокрашиваю, вот. И прокрашиваю сразу, заезжая, да, где у нас девятка. Девчонки, задайте какой-нибудь вопрос Лене, чтобы она взбодрилась. Я и так бодра, просто очень пить хочется. Никольно. Мы с вами сейчас это все намажем. И оставим высиживать уже оставшееся время. Сейчас я это уберу с лица. Все, чтобы нам ничего не щекотало. Промазываем еще раз хорошо. Видите, я густо промазываю, заезжая на зону девятки, где у нас, да? То есть на зону предыдущего окрашивания. Дальше, видите, вот этот блок я оставила. То, что у меня за зажимом, вы помните, я вам говорила, мы и красить не будем. Мы с вами потом, когда в моечке, пойдем, это все сэмульгируем. И смотрите, я крашу здесь, все-таки не заезжая на зону нашу, которую я вот оставила совсем беленькую. Сейчас мы еще раз выберем. Что-то здесь еще осталось. На этом, когда будем по концу самому, да в мойке. Вот так. Ну, конечно, я вам еще раз говорю, что нереально выбрать вообще все, да? Ну, просто, ну, никак. Вы сами это видите. Это я не знаю, каким над талантом просто обладать зоркостью глаз. Поэтому вы выбираете, конечно, то, что доступно для вас, скажем так. Видите, вот там, где совсем прям белое, я бы не рекомендовала вам все-таки это красить. Очень будет серенький цвет. Ну, где-то, если попадает, значит, будет серенький. Ну, так как в общей массе будет перемешиваться, будет все равно красиво, достойно. Тоже хорошо вот это все промазываете, потому что нам надо, чтобы все прокрасилось. И мы теперь с вами переходим на противоположную форму. И так же все промазываем до нашей девятки. Помните? Коренечка спрашивает, если вдруг в конце местами провалился цвет, как исправляете? Провалился вы имеете в виду, ушел в серый или в какой? В череп. Это я сама себе бодрюла, так что не обращайте внимания. Ну, провалился, естественно, в серый, там, да, какие-то такие холодные. Смотрите, ну, как правило, у нас, во-первых, самое первое, что может быть, это шампунь глубокой очистки. Правильно? Он у нас прекрасно зачищает, то есть он подснимает оттенок. Можете им, можете помыть несколько раз. Дальше холодные цвета у нас что еще? Снимает маска. Вы можете сделать маской на эту зону. Также у вас хорошо это дело все снимется. Это как бы первый эффект такой. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что клиент у нас хочет все-таки похолодней оттенок. Сейчас заодно мы посмотрим, у нас провалится ли нет. Потому что у нас же, помните, вот эта длина, она совсем прям беленькая. Сейчас увидим все. Вот, так что у нас, вот, когда мы делаем спецблонды, вы не заезжайте на, если у вас все-таки достойный цвет предыдущего окрашивания, вы старайтесь не заезжать. Потому что, как только вы заезжаете, у вас как раз вот этот провал и получается. Потому что краситель еще поднимает зону ту выше, да. То есть, получается, осветляет еще больше. И за счет этого у вас появляется вот это более серое пятно. Поэтому постарайтесь не заезжать на зону. Так, значит, смотрите. Я, в принципе, вот прокрасила. Единственное, знаете, вот не знаю, надо ли нам здесь или нет. Потому что волос, ну, реально такой он не очень хороший. Подчистить немножко сюда, может быть, спуститься, да? Немножко, если совсем, да. Потому что, видите, здесь и светлые, и несветлые есть. Да, 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 там какой-то такой. Такой-то сделаем, просто несколько прядок, чтобы у нас все-таки перемешивался оттенок. Сильно белый не будем создавать, серый, да? А чуть-чуть вот растянем, как игру цвета сделаем. Видите, я все волосы красить не буду. Почему? Потому что мы с вами пойдем, когда эмульгировать, вы увидите, что оттенок у меня прилипнет. Видите, здесь тем более невозможно выбрать 100%, потому что здесь перемешку волосы еще и выгорели. Поэтому тут мы с вами просто немножечко создадим вот этот вот перелив. Здесь вот выше 100% не будем, они уже совсем белые. А там, где вы видите, они еще более натуральные. Можете немножко вот так вот сделать. И, как вы понимаете, время у нас оно идет. Вот здесь я не буду точно абсолютно. У меня здесь совсем прям волосы беленькие. Вот Панова девушка, не знаю, зовут, спрашивает. А если взять спецблонд натуральный без цветового нюанса, а после всего тонировать в холод? Можно. Но вы не забывайте о том, что так как у нас в натуральном спецблонде нет никаких пигментов, у вас, в общем-то, цвет получится далеко не натуральный, да? И вам просто нейтрализовать будет гораздо тяжелее. Поэтому вы просто можете сразу взять цветной, который вам даст хотя бы легкую, но нейтрализацию. И потом можете, если вы не до конца получили то, что вы хотите, уже дальше тонировать. И я уже как бы об этом, когда вот мы с вами, я подошла к доске, я вам об этом тоже говорила. То есть можем, если все-таки хотите более холодный, дальше уже только тонирование. И опять же, там на курсе колористики я тоже говорю, как и что можно сделать в деталировании, если вам надо еще поднять, там, например, на один, на два уровня. Как мы берем, какие оксиды, что мы делаем. Вот смотрите, я оставила вот эти вот все равно у лица, как видите, да? Я их не трогала, вот эти зоны. Потому что у меня здесь чуть-чуть я вот это сверху сделаю, потому что здесь у меня с верхней зоны чуть-чуть имеет капельку в себе какие-то полосочки. Но это только вот верхняя зона, поэтому я вот чуть-чуть ее здесь намажу. Увидела сейчас. Чтобы она чуть-чуть доходила. Здесь где-то у меня тоже чуть-чуть есть. Но не трогаю всю седину в свою, видите, она осталась. Так, все, мы теперь сидим. Сколько? Оставшееся время. Мы во сколько сели? 15 минут, да? Все, сидим. 15 минут смывать идем. Так, давайте с вами здесь вернемся вот к этому моменту и разберем то, что я с вами хотела сказать. Да? Когда мы с вами берем, например, допустим, 116, да? А у нас с вами фон осветления 43. Значит, у нас с вами получается... 43 у нас с вами получается здесь... Вы помните, говорили вам, 2 к 1 у нас идет, значит, соответственно, первая цифра содержится 2, да, пигмента, во второй цифре содержится 1 пигмент, правильно? Если у нас двойные цифры, как и в наших любых красителях. Соответственно, вот у нас 116, значит, соответственно, синего больше, фиолетового меньше, да, то есть 2 к 1. И это всегда так идет во всех, во всех красках, будь то там уровень семерки, восьмерки, девятки, там, пятерки, четверки, неважно. Всегда, если это двойная, двойной краситель, двойная цифра, то 2 к 1 идет у нас соотношение цвета. Поэтому мы с вами говорим, если у нас 43, вы помните, 43, это значит, у нас, да, равно 2 медиа, да, 2 у нас медного, 2 медного. Плюс 1 золото, правильно? Вот так золото напишем. Дальше, что такое медь? Красный, плюс желтый. Красный, 1 красный, правильно, плюс 1 медный. Желтый. Желтый, простите, да. А я что написала? А я зеленый написала. Желтый. И здесь плюс 1 желтый. Дальше, равно у нас. Здесь получается, значит, 1 красный плюс 2 желтых. Согласны? 43 у нас вот такой. Поэтому сейчас я вот эту всю длинную записульку уберу. и напишу, что у нас здесь идет 2, или 1 красный, плюс 1 красный, плюс 2 желтых. Это у нас с вами медь. Согласны? Давайте разберем теперь, пока здесь так напишу, чтобы вы запомнили, что это такое. Дальше разберем 16. Что это такое? Синий. 2 синих, плюс 1. Ну, плюс 1 красный. Фиолетовый, правильно. Дальше, равно, значит, у нас 2 синих, плюс 0,5 получается красного и синего, плюс 0,5 синего. Дальше, равно синий. Синий, значит, у нас 2,5 синего, плюс 0,5 красного. Ну, здесь уже не равно, а запомнили, это наш с вами 116, ну, 16 который. Поэтому сейчас я вот эту уберу. Значит, 16 у нас с вами получается 2,5 синего, плюс 0,5 красного, правильно? Ачка, может, вам дать стульчика? Посидите. Посидите. Так, не, не надо. Дальше, когда мы с вами говорим, мы берем с вами на 43, берем 16. Что у нас с вами получается? Значит, у нас дальше идет плюс 2,5 синего, плюс 0,5 красного, правильно? Считаем дальше. 1 красный, плюс 1,5 красного. Дальше плюс 2 желтых, плюс 2,5 синих, правильно? Дальше высчитываем. Что у нас из этого получается? Что из них, что нейтрализовалось? Я что-то впала в ступор. 1,5 красного, плюс 2,5 синего. У нас получается 1,5 фиолетового, правильно? 1,5 фиолетового и остается еще 1 синий, правильно? Плюс 2 желтых. Равно. Считаем дальше. Фиолетовый плюс желтый. Здесь 1,5 плюс 2. У нас будет 1, получается 1,5 коричневых, правильно? Дальше у нас остается 0,5 желтых. Я за вами не успеваю, Олечка. Плюс 1 синий. Девчонки, похоже, никто не успевает. Я вам могу сказать по секрету, да? Я собиралась идти в Менделейский институт, у меня с математикой, с геометрией, все было прекрасно. Я обожала химию, обожала биологию. Но я вышла прихмахиваться. Кручь. Вот. Поэтому, что у нас с вами получается в итоге? Я чувствую, здесь уже химически пошли какие-то молекулы. Одна молекула плюс еще одна молеку. Видите, у нас все-таки коричневый бузер с легкой, короче, зеленью. Поэтому, когда мы с вами говорим о добавлении нашего, это в лучшем случае, но вы не забывайте, что у нас еще 12% оксид. Поэтому вот эта вот реакция, она, как правило, происходит на красителях обычного ряда. А то, что у нас с вами спецблонд, у нас просто вот реально все вот это зачеркивается и холодный всегда исчезает. Вот здесь вот там, допустим, у нас получается, значит, полтора фиолетового плюс желтый, это у нас получается... Полтора. Да, кричь. Здесь же две единицы, а здесь полторы. Значит, у нас желтого осталось 0,5. У нас полторы единицы, нейтрализовали полторы единицы желтого. Нейтрализовали, у нас уже коричневый. На 5 желтого осталось, так, да. Правильно? И остался у нас 0,5 желтого, и еще у нас одна единица синего осталось. Поэтому у нас он будет холодненький, но только если в обычных красителях. И у нас здесь все-таки присутствует легкая зелень. Зелень у нас относится к холодным цветам. А коричневый у нас откуда? А нейтрализация у тебя произошла. А, да, все, красный, синий, желтый, да. Основные цвета там, да, все... Молодец. Видите? Садись петь. Да, да, да. Нейтрализовали, получилось у нас полтора коричневого. А поэтому у нас на коричневом фоне, при натуральных красителях... Девчонки, все понятно, что вот это мы сейчас с вами посчитали. Получился... Да, Клариска пишет, что это сложно. На самом деле, все это вот то, что мы с вами расписали, это решение колористических задач. Посмотрите на моем YouTube-канале, я там, у меня, наверное, сколько-то видео... Вот как раз, и тогда вот на вас и подсело, кстати, с этими задачами. Да, у меня там много вот этих вот решений, что с чем можно смешивать, что с чем нельзя смешивать. Это вот все именно колористические задачи, да, потому что вы чисто в теории понимаете, что, например, если вы добавите к желтому, добавите синего, то, помните, да, мы рисуем краской, но у нас получается зеленый цвет. Если мы с вами добавляем к медному, и мы хотим, ну, там, ковыряемся, ковыряемся, добавили синенький, раз, вдруг у вас какая-то какашка, извините. Коричневый. Грубо коричневый, натуральный коричневый, красивый. Понимаете, то есть вы начинаете мешать, 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 и в итоге вы намешали. Поэтому вы всегда, когда берете красители, вы должны четко понимать нейтрализацию. То есть что, что нейтрализует. Вот это вот сто процентов, что вам нужно знать. Поэтому, когда мы говорим с вами сорок третий, берем сто шестнадцатый, мы, конечно же, планируем вот эту нейтрализацию, потому что у нас синий нейтрализует медь, фиолетовый нейтрализует желтый. Все четко должно быть. Но, как правило, да, вот это вот то, что вот один-две единицы, это все грубый подсчет, да. Вы понимаете, что тут на химическом уровне немножко по-другому все устроено. Мы точно подсчитать не можем. Это приблизительный расчет, во что вы можете вылиться. В общем, клористика вам это не хухры-мухры. Да, как правило, когда мы говорим о красках, мы говорим, что это точно математика. Вот прям реально. А когда мы с вами говорим о стрижках, это у нас с вами точно геометрия. То есть вот мы с вами вот эти вот углы построения, куда натянуть, куда направить, четкие линии, полукруг, там углы, там 40, 60, 90. Просто это все у нас геометрия. И вы тоже, когда вы плаваете в этом, вы должны четко понимать все равно, что у нас есть какая-то ось, да. Так, девчат, давайте вот сейчас... Сейчас, ручка, буквально, девушка спрашивает, Карина, как называется канал на ютубе? А все для парикмахеров, покажи, как он называется, девчон, чтобы они увидели. Ольга Петрова, все для парикмахеров. Вот, значит, девчонки, напишите мне, пожалуйста, все ли вам понятно вот из того, что я сейчас вам рассказываю. Потому что колористика, да, это достаточно сложная все-таки наука, но это наука. Это все доказано. И все это доказать можно. Что с чем смешивать, что добавить и так далее, да. Поэтому, конечно же, вот эти, то, что мы делаем, курсы. Конечно же, он не только у меня, этот курс по колористике. Он у многих, да. Если вы на кого-то подписаны, вам кто-то нравится, вы можете купить там курс. Это вообще не вопрос. Просто все зависит от того, кто как преподает, кто как дает для вашего понимания. Кому-то больше нравится, как преподает один тренер. А как-то потом, как преподает другой. Кому-то нравится, как я даю, да. Когда я там объясняю, мне девчонки пишут. У вас там понятнее, вообще лучше, больше понятно, чем у кого-либо. Это же для каждого индивидуально. Если конкретно вам нравится, как я вам объясняю, значит, соответственно, вы мой курс, поймете мой тренинг, поймете просто на 100%. Правильно? Ну, Каренечка пишет, что да, все понятно, спасибо вам большое. И вам спасибо. Да, спасибо, Карина, что тоже здесь присутствуете. Но мы на этом не прощаемся. У нас с вами еще работа. Нет, Олечка действительно делает колоссальную работу вообще вот так вот. В принципе, это делать прямые эфиры и все записи. Это столько делится таким количеством информации. Это все сложно, да. Спасибо большое вам, Олечка, от всех. И от меня тоже. Как говорится, когда есть много всего внутри, хочется поделиться, да. Так, значит, давайте с вами тогда дальше. Если мы с вами вот это более-менее поняли, давайте с вами здесь же разберем дальше для шестерки. Я вот это тогда стираю. Девчонки, у вас эта запись, вы можете, будет в записи сохраненной, вы можете всегда перемотать. Надо сделать скриншот там себе. Да, и я тогда вот это убираю, да, допустим, и мы с вами сейчас уже перейдем тогда к шестерке. Потому что время у нас идет, и мы с вами не сможем дальше поговорить. Да, если у нас шестерка, то, соответственно, у нас фон осветления у нее четверки. Четверка. Какой тогда нам надо вот здесь вот выбрать? Так как у нас здесь маленький, маленький выбор. Да, очень небольшой. 101. То я бы все равно бы взяла вот этот. А, 16? Да, потому что, скажем так, что первый, видите, здесь у нас слабенький. Слабенький. Обратите внимание, 0,1 здесь всего лишь. И здесь натурально пепельный, да, идет цвет. То есть натурально синий. А здесь идет все-таки больше. У нас на первом месте стоит единичка. Поэтому здесь у нас две молекулы нашего синего. А здесь всего лишь одна. Понимаете? Да, согласна. Поэтому, так как у нас смесь состоит из красного и желтого, мне подходит, опять же, только этот цвет. И вообще никак не по-другому. Даже не вот этот. Понимаете? То есть мне подходит, опять же, вот этот цвет. Только микс тона у меня, да, как бы уже другие. Здесь я добавляю тогда синий, зеленого побольше. Для того, чтобы у меня нейтрализовать вот этот красный, которого здесь содержится гораздо больше, чем в 43-м. Да, то есть в 7-м. Здесь вам понятно? Напишите мне, пожалуйста. Потому что это вот основное. Еще раз вам давайте напомню, что мы с вами спецблонды выбираем именно от старта. То есть от нашей натуральной базы. То есть мы рассматриваем фон осветления нашей натуральной базы и от этой базы подбираем тогда спецблонд. Девчонки, напишите, пожалуйста, сколько у нас там время? О, время час. Еще у нас есть время, поэтому мы можем с вами какую-то задачу, например, порешать. Еще. Может кто-то хочет предложить какую-то свою задачу? Да, может быть какая-то трудность у вас была. Мы можем ее сейчас разобрать. Ни у кого не трудность. Все легко. Это же прекрасно. Это прекрасно. Значит, что тогда давайте здесь еще добавим. Значит, смотрите, мы с вами, когда красим спецблонд, у нас все-таки есть еще очаги. Вот в данный момент мы, как бы, Наташа решили оставить, да, эти очаги. У нас будет здесь просто как с контурингом, да. У нас контуринг получается. Реально. Будет у нас спецблонд с контурингом. Мы так придумали, нам так нравится. Но бывают клиенты, которым не нравится вот такой вот вариант. Они хотят закрасить свою седину. Вот когда у нас с вами идет вот такой вот стопроцентный, то здесь, как вы понимаете, спецблонд, ну, бессилен, скажем так, да. Вы можете тогда в спецблонд добавить натурального красителя. Например, десятку. Тогда что вы таким образом получите? Если мы добавим 10 ноль туда. Ну, ничего не получим. Там слабенькая натуральная, то есть, база особо, ну, так затонируемо получается, и все. Вы получите, и получите вы пигмент. Помните, я вам говорила, что в одиннадцатых вот этих вот спецблондов нет пигмента. Они просто осветляют и дают какой-то микс тон, который нам нейтрализацию делает. А всякий хоть какая-то там маленькая, но база. Да, а здесь мы, получается, добавляем базу. Поэтому у нас появляется пигмент. И таким образом мы с вами можем вот этот вот пигмент, естественно, добавить в наш вот этот вот, в наш седой очаг. И тогда, например, допустим, если вы добавляете 30 грамм нашего спецблонда, то вы добавляете 10 грамм, а 10 ноль. Так, это все понятно? Что я тут как написала? Как-то все криленько. Ну, как-то да. Все как криленько, это в скобочках. Да? А это у нас спецблонд. То 10 ноль мы с вами добавляем 10 грамм. Спецблонд прям добавляем. Прямо в спецблонд добавляем. И, девчонки, спецблонд в данном случае мы не рассчитываем. Ой, простите, десятку мы не рассчитываем. То есть окислитель мы на нее не рассчитываем. Почему? Потому что, ну, как вот мы с вами пигменты добавляем для нейтрализации, для усиления. Кстати, вы смотрите, потому что у некоторых брендов существуют такие микс-тона, на которые рассчитываются оксиды. То есть это такие микс-тона, которые являются самостоятельными красителями. В основном так. Если эта микс-тона не являются самостоятельными красителями, вы на них лучше не рассчитываете. Потому что вы, когда добавите туда еще оксид, вы еще больше разбавите краску. Поэтому лучше сделать более концентрированную, более плотную смесь. Так вот, в данном случае мы с вами не рассчитываем нашу десятку оксид. То есть мы с вами добавляем плюс 60 грамм. Это какого-то там 12-процентного у нас. Отечка, ну это именно конкретно с блондами. Мы говорим сейчас про спецблондами. Краситель это не имеет отношения. То есть если мы добавляем... А с блондом не краситель? Ну он краситель, да. Но если мы хотим, допустим, микс-тона использовать как усилитель цвета, то есть мы на него рассчитываем оксид. Нет. Нет? Это если нейтрализация. Не рассчитываю. Не рассчитываю. Я не рассчитываю. То есть таким образом я получаю как бы большую плотность красителя. Я не рассчитываю ни в одном, ни в другом случае. Дальше, конечно же, со мной могут поскорить другие технологи. У каждого есть какие-то свои наработки. Я знаю точно, что я если хочу получить более холодные цвета, я не рассчитываю. Понимаете? Даже если я буду хочу интенсивные, я не рассчитываю. Я добавляю, знаете, не 30%, не 40%, не 50%. Я добавляю немножко, да. То есть я добавляю такое количество, что просто оно даст мне больше концентрации всего лишь пигмента, и всё. На это я не рассчитываю. Понятно. Тут вот Ольга пишет, что с добавлением зелёного всё равно непонятно. С добавлением зелёного всё равно непонятно. Непонятно что? Непонятно, Моле, что вам непонятно с зелёного? Так, смотрите, когда мы с вами добавляем... Сейчас, секунду, я вам попробую здесь сейчас опять расписать. Вот смотрите, мы добавляем зелёный и плюс добавляем... Это не три, это зелень. Сейчас я вам зелёный вот так напишу. Плюс добавляем фиолетовый. Давайте так распишем с вами, да? Когда мы с вами говорим зелёный пигмент, мы добавляем микс-тон и добавляем фиолетовый. Что мы таким вот образом делаем? Мы нейтрализуем красный. Правильно, дальше расписываем. У нас получается зелёный, опять же, да? Да. Плюс дальше у нас идёт красный. Красный плюс синий. Понимаете? Мы зелёным ещё больше нейтрализуем красный. И у нас на выходе остаётся синий. Понимаете? А синий – это холодный цвет. Поэтому мы смешиваем... Который нейтрализует медь. Да, и я вам как бы рекомендую, когда вы работаете со спецблондами, добавлять зелень. Если вы хотите выйти с шестого, с седьмого уровня, хотите получить более холодные цвета, я вам рекомендую добавлять зелёный. Дальше, если вы хотите получить холодные оттенки, например, на седьмом, на шестом уровне, на пятом уровне. Холодные оттенки, именно пепельные. Девчонки многие любят холодные цвета. А у вас всё время коричневый, нейтральный получается. Я рекомендую вам добавлять зелёный. Потому что зелёный хорошо отрабатывается красным. И у вас на выходе получается именно холодный цвет, более пепельный. Зелёный цвет – это холодный цвет. Понимаете? Насчёт восьмёрки. Да, вы можете добавлять восьмёрку, потому что там присутствует маленькое количество у нас меди. А медь содержит в себе красный. И вы тогда просто его добавляете меньшее количество. Потому что он, вот этот зелёный цвет, он реально даёт более холодный оттенок на выходе. Это вы должны просто поверить. Ну и проверить. А как вы проверите это всё? На своих любимых клиентов. Ну, либо, если честно, девчонки, когда вы работаете, у вас есть девчонки, которые волосы, всё-таки длинные волосы отстригают в коробке. Сохраняйте эти кисточки и просто попробуйте тренироваться на них. То, что я вот вам показываю, когда вот на моём ютубе, там тоже много есть тестов. То, что я тестирую, какие-то вам показываю, чтобы вы просто знали, как вот реагирует краситель, да, в каком случае. Как порошки там работают. Тоже разных брендов брала специально, чтобы попробовать эти бюджетные порошки. А что я хотела сказать? Вот эти кисточки вы оставляете, уже забыла просто. Много говорю, забыла, само суть называется. И просто попробуйте их красить. Да, это расход краски. Но зато вы хотя бы будете понимать, что вы получаете на выходе. То есть здесь, ну как, либо вы тренируетесь на самом клиенте, и вы так вот потом боитесь, что же там получится. Да, либо вы попробовали на кисточке, и вы хотя бы будете прогнозировать, что у вас может получиться. Поэтому вам, конечно же, выбирать. Ну, а если честно, если вы работаете в салоне, и это у вас, скажем так, не домашняя краска, то вы можете тоже потренироваться легко. Да, это не будет вам расходно, если у вас, конечно, есть свободное время на это. Но я всё время говорю, как бы вы просто пробуйте вот два варианта. Взяли, например, допустим, да, обесцветили до какого-то уровня, да, то есть обесцветили до чистого, покрасили в какой-то там, в жёлтый. И попробовали добавить, например, синий-фиолетовый, синий-зелёный, добавили просто фиолетовый. Поиграть с пропорциями там, да. Да, поиграть, да, с пропорциями. И посмотреть на выходе, что вам больше получилось. И вы опять же будете знать, какой тогда составить дальше краситель, какой составить вам какую-то смесь, чтобы потом взять и затонировать, взять там покрасить, как реагирует на это всё. То есть вы попробуйте, потому что это действительно интересно. И поучительно. Вы для себя сделаете вывод гораздо быстрее, чем если вы будете тренироваться на клиенте. Потому что клиент, что у нас ещё в минусе, он имеет плюс всегда свой фон осветления. Это как я услышала, что прежде чем, значит, вы набьёте руку, вам могут набить морду. Шутка, но на самом деле так и есть, да. То есть всегда вы, когда к вам приходит клиент, я не исключение, поверьте, когда к вам клиент приходит первый раз, вы всегда не знаете, что с ним сделать. Потому что вы никогда не знаете, какой у него пигмент, как у него берётся седина. Когда говорят, вот вы посмотрите на волос, и там сразу будет видно, что это стекловидная седина, которой трудно окрашивается. Да ни хрена это не видно. Ну ни хрена не видно, стекловидная она или не стекловидная. Вы можете это понять приблизительно только по рисунку уже окрашенных ранее волос. Видите, вот кто вчера со мной был? Я. Ты, ловите. Там, вот мы с вами вчера смотрели вот на эту седину. Ну так миллион может быть, скажем так, проблем, по какой причине у нас седина не прокрасилась. Может быть оксид неправильно подобран, время не выдержано. Может быть мало этих натурального цвета было добавлено. А может быть действительно стекловидная трудно поддающаяся седина. То есть вариантов, почему непрокрас, очень много, реально много. Поэтому вы, если видите непрокрас, ну сразу же думайте, что это непрокрашиваемая, трудно поддающаяся седина. Думайте прям заранее, понимаете? Лучше перестрахуйтесь. Как я говорю вам, например, допустим, до 40%. У нас с вами три варианта окрашивания, три способа окрашивания седины. Помните, да? Это у нас с вами до 30%, от 30% до 50% и, скажем, от 50% до 100%. У нас есть формулы, три формулы. Так вот, я говорю, что все, что существует до 30%, это у нас с вами одна формула. Пополам. Понимаете? Пополам. Вот как вот я вам рекомендую. А то, что у нас с вами после 30%, все, мы сразу с вами делаем как для 100%. Потому что всегда, если вы видите, седина бликует, значит, берите мощней, больше пигмента, делайте щетинную смесь для того, чтобы у вас получился результат. Но я вчера вам еще рассказала, как бы, такой секрет, что мы с вами чуть-чуть добавляем еще краситель потемней, чтобы остаться на желаемом уровне. Потому что чем больше седины, тем цвет, цвет, естественно, получается прозрачней. Он получается светлей. Седина, хотя, на самом деле, опять же, из практики тоже вы с этим столкнетесь 100%, что у некоторых седина закрашивается светлей, а у некоторых седина уходит в затемнение, когда мы красим. Хотя берешь один и тот же рецепт. Опять же, все зависит от индивидуальности человека. Это, наверное, пористости волос, да, здесь в этом случае? Вот, пористость. Тут пористость, не пористость, тут еще температура тела, да. То есть, вот это вот все, 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 вот этот вот тонкий волос, толстый волос, там пористый, не пористый, а бывает еще, вот я говорю, что стеклянное, не стеклянное. Бывает такой вот, как бы, нормальный волос, и ты уже это, когда ты увидишь, что ушел в затемнение, значит, соответственно, ты понимаешь, что надо же брать светлей тогда, а не так, как вот я, например, сделала щетинную смесь. Значит, я тогда буду делать более прозрачную смесь, не буду делать ее щетиной. Здесь вы уже, вы сначала для перестраховки делаете, как я вам сказала, и потом себе в карточку клиента записываете, да, вы когда уже покрасили первый раз, вы знаете, что вы смешивали, вы еще помните это. Поэтому на выходе, когда клиента вы покрасили, вы сразу же себе в карточку клиента записываете формулу следующего окрашивания, что не вы сделали сегодня, а что надо сделать в следующий раз. И только тогда у вас ляксусов не будет, потому что клиент придет к вам через месяц, а может быть придет через шесть, понимаете, вот как вот у меня Наташа пришла через шесть месяцев, и то я, слава Богу, сегодня о ней вспомнила, не сегодня, а тут вот, думаю, надо позвать, потому что интересный вариант, понимаете, потому что седина очаговая, сложная, и таких приходит много, а спецблонд они не хотят, милирование они не хотят, но они хотят быть беленькими, и чтобы седых не было видно. Как? Вот так, это единственный способ у нас, вот так, понимаете, не все обесцвечиваются. Оочка, вопрос, вот, а сколько грамм, насчет, или сантиметров добавлять зеленого? А, вы знаете, как правило, мы зависим, все зависит от УГТ, да, я уже говорила, от УГТ. Если вы, у вас пришла девушка, и она готова ходить где-то между, там, около девятки, не в десятки, а там между восьмеркой и девяткой, то вы тоже добавляете зеленого грамма два, да, туда. А если у вас шестерка, то где-то грамм вы добавляете зеленого, вот. Ну, вы не забывайте, что помимо зеленого, вы еще много чего добавляете, еще плюс, потому что вот этот антижелтый, он срабатывает уже в самом конце, то есть он не в начале. В начале у нас борются какие пигменты? Холодные. Ну, холодные, они все холодные, антижелтые тоже холодные. Ну, синенькие, да. Мы с вами же идем, например, у нас с вами медь, правильно, с четверки, поэтому у нас с вами сначала борются синий-зеленый, сначала, вернее, зеленый, потом синий, потом дальше идет у нас борется с вами фиолетовый, и дальше потом антижелтый. Либо наоборот антижелтый, а потом уже срабатывает фиолетовый. Потому что антижелтый, это тоже баланс у нас идет синего и фиолетового, он смешанный. Поэтому получается вот этот вот антижелтый как бы цвет, специально составленная формула. И поэтому вот считайте, сначала идут у нас на борьбу вот эти вот синие-зеленые оттенки, а потом уже пошло на понижение. И эти все этапы, помните, я вам рисовала, надо пройти шестерку, пройти семерку. И это все, это все из пигментов, да, вот этих вот из мекстанов. Поэтому если вы мало добавите, ну, значит, не отработает что-то. Поэтому... Ну, тут дело, вот я вначале спрашиваю, да, куда процент мекстанов, чтобы, ну, если есть правило 11, да, 12, да, то здесь... Тут уже как усиление цвета, понимаете, здесь идет практика, да. Тут только из практики вы можете понять, что на семерку добавить, например, допустим, зеленый, может быть, я вообще не добавлю, я добавлю в основном пепел, да, вот на зеленый, например, на семерку. А на желтый, фу, блин, простите, на шестерку я добавлю уже зеленого тогда, понимаете? То есть вот из этого исходите, потому что чем у нас красного меньше, тем зеленого меньше, правильно? То есть чем темнее цвет, тем зеленого мы добавляем больше. Там 2 грамма, дальше на семерке 1 грамм, на восьмерке, ну, прям горошинку можете добавить, когда мы дальше осветляем, понимаете, то есть количество. Но вы еще не забывайте, что параллельно у вас может увеличиваться и антижелтый, например, может увеличиваться фиолетовый, главное, вы не увеличиваете, потому что фиолетовый, я уже говорила, вам может содержать красный. Возьмите уже готовые микс-тона, которые у нас с вами разработаны специально для упрощения нашей жизни. Попросите вашего там директора, чтобы закупили уже готовые микс-тона, потому что, вот, например, допустим, я уже говорила вам про Сашу Куватова, он изобрел вот эти микс-тона, вот, например, G1, еще раз вам объясню, там уже смешанность сбалансирует, 3 синих, 1 фиолетовый. Вы сразу понимаете, во что уйдет и на что я его хорошо положу, понимаете? Ну, прям прекрасно положу, понимаете? Или, например, допустим, G2 у них, когда 3 фиолетового, 1 синий. Прекрасные цвета. То есть он уже отработает именно на уровне блонда, он прям вообще отлично замотирует, даст вот этот вот холодный оттенок. Вот просто вы посмотрите, да, разберитесь вот с этими микс-тонами, и если вы работаете дома, купите себе домой готовые. Не надо вам вот это. Сколько мерить в граммах? А как вы померите в граммах? У одних там, да, ну, я имею в виду, в граммах-то можно померить, а полграмма это должны быть микровесы. А горошина у одних, например, дырочка, да, из тюбика выдавливается толстая, у других тонюсенькая. Говорить про червячки по сантиметрам, ну, это вообще нереально. Понимаете, у кого-то тоненький червячок идет, а у кого-то жирненький. Понимаете, как вы по сантиметрам можете мерить? Поэтому лучше в граммах вешать. Ну, на мой взгляд, я вешаю все в граммах, честно вам скажу. Ну, я уже делаю большинство на глаз, вы видели, сегодня я выдавливала, да, и мне уже весы не нужны были, я делаю на глаз. Это только опыт. Вы работаете с весами. Более враномерные червячки. Да, значит, у нас с вами время подошло уже к концу, и мы с вами идем теперь мыть. Ну, вот Карина спрашивает, опять, ну, мы идем мыть, и я как-то, да. Да, и я буду говорить, по-моему. Так, смотрите, когда мы садимся в мойку, еще я вам вчера забыла показать, значит, смотрите, мы с вами в пеньюар поднимаем и закладываем за, видите? То есть я положила пеньюар. Почему я так сделала? Чтобы не попало туда это ничего. Чтобы вода не затекла, понятно? Так у меня вода будет сливаться, если вы по шее неаккуратно помыли. Значит, у нас с вами, я говорила, будет эмульгирование в мойке. Что это такое? Значит, девчонки, вот сейчас мне вам не пример, я сейчас это делать буду все руками, но вы одевайте перчатки. Скажем так. Настраиваем воду. Как вы тут, нормально работает? Да, да, вчера починили. Так, вот смотрите, я хорошо мочу волосы, видите? Все волосы мочу. И начинаю краситель наш растягивать на длину. И, соответственно, я собираю все свои, видите, и волосы у лица. Посмотрим, что у нас сейчас выйдет. Посмотрим, как у нас осветлятся. О, видите, волосики на концах совсем сухие. Но здесь я как бы не парюсь, потому что мы сейчас с вами их подстрижем. Вот они совсем сухие, и они, конечно, сейчас в себя будут впитывать быстрее всего этот холодный цвет. И опять же, я вам еще раз повторю, никогда не ждите от спецблонда очень холодных цветов. Он может получиться, а может и не получиться. Поэтому как бы рассчитывайте все-таки на более такой натуральный, нейтральный оттенок. Так, значит, кто-то мне там задавал вопрос по поводу полосы. Значит, да, смотрите, как бы полоса бывает, что если вы заедете, она бывает. Я вам сказала, либо вы глубокой очистке шампунь тогда берете, моете, но смешивайте, может быть, тогда с фиолетовым, потому что вы же смоете холодный оттенок. Поэтому тут тоже вот надо аккуратно маску можете положить. Вот особенно, да, вот здесь еще хорошо, что я сейчас пока говорю, вам вспомнила. Значит, у некоторых существует еще пушковый волос, который вы красите вот здесь. Вы этот пушковый волос красите тоже через 20 минут. То есть вы красите, когда у вас окрашивание еще. Вот это вот повторное окрашивание, вы красите тогда пушковый волос. И, значит, смотрите, если у вас вот такой как бы переход какой-то есть, вот здесь вот, да, вы старайтесь тогда вот, когда вы эмульгируете, ну, немножко вот пальчиками заходить на него. Вот таким вот образом. И таким вот образом тоже немножечко зачищаете вот этот переход. Потому что водичку вы уже добавили. Сколько мы лежим, вы смотрите это чисто визуально, да. Мы лежим, как правило, вот с таким тонированием, ну, где-то, может, от трех до, там, десяти минут может получиться. Вы смотрите визуально вот на цвет. Тогда, когда вам понравится, тогда, вот я, смотрите, стягиваю пальчиками и смотрю. Видно, да, что здесь вот более осветленные пряди. И вот они становятся холодненькими. А здесь вот у меня вот уже окрашена нейтральная такая грузиночка. Поэтому вы смотрите, чтобы у нас с вами слишком в серость не ушло. Потому что вы помните, что корни у нас не могут быть сильно холодными. Никак. Что бы вы ни делали. И, как правило, у нас корень в большинстве случаев чуть-чуть глубже. Я вам уже все это сегодня рассказала. Но цвет все равно получается в итоге красивый. Здесь вот Карина спрашивала как раз еще. Да, Карин. Оксид в седине роли не играет? В седине в какой? Вот мы сейчас работаем со спецблондом, да? У нас он очень играет. Ну, конечно. Да, то есть мы с вами берем просто 12-процентный, так? У нас спецблонди, да. У нас спецблонди. А тогда сейчас вопросы не поняла. Карина, уточни, пожалуйста, вопрос. Мы говорим про седину какую? А, мы, наверное, про спецблонд говорим. Потому что мы... Да, когда мы работаем со спецблондом, да, и добавляем натуральный цвет... Еще раз давайте вспомним. Я вам в самом начале сказала, с какими процентами у нас работает спецблонд. 9-12. Только! Только 9 и 12. Поэтому, если вы не хотите красить вот этот очаг, да, спецблондом, вы просто разводите краситель на 10 уровне с 6. Да, там смешивайте 10, 10 холодный, какой у вас там есть, и разводите тогда. И наносите отдельно вот эти очаги, которые были белые у нас. Мы с вами тогда наносим отдельно другим красителем. То есть делаем вторую баночку. Ответила я на вопрос? Не знаю сейчас, Карина. Карина, правильно мы поняли ваш вопрос? Нет. Каждый раз мы стягиваем. Видите, я смотрю, какой цвет у нас с вами получился. Видите? Вот у меня карантет. Я его вижу, приблизительно догадываюсь, что выходит. Все, Карина устала, ушла. Она не отвечает нам. Карина пошла наливать мне на рукофику. Так. Мы каждый раз смотрим, поэтому я сейчас, наверное, буду снимать, чтобы у нас сильно холодного не было оттенка. Иначе будет на концах у нас серый сильно. Ну, как же мы подстригать будем? Ну, нет. Это по концу, ты говоришь. Это понятно. Но у нас-то есть еще оттенок, который здесь идет, по длине. Понимаешь? У меня же корни-то не будут настолько серые. Поэтому все нужно в пределах разумного делать. И, знаете, если вы вот в моречке еще лежите, ну, например, допустим, вы хотите чуть-чуть похолоднее, вы можете еще полежать побольше, потому что, когда вы водичкой смочили, вы как бы реакцию заново запустили. То есть у вас цвет еще чуть-чуть на какую-то там толику поднимется у корни. Тоже вы это учитываете. Это просто химический процесс. Вода является проводником. Хорошим проводником является. Но если вы смоете, то, конечно, смоете краситель, то, конечно же, ничего. Ничего уже никуда не пройдется. Вот здесь вот у меня немножко вот ушел уже в бежевый, видите? А вот, Карина, наливай еще кофеек, и вот с нами уже. Да, отлично. Да, со спецблондом, понятно. А если затемнить, надо седину, чтобы прокрасилась. Берем только 6% или 3% можно? Скажите, Карин, пожалуйста, у нас с вами седина может закраситься на 3%? У меня закрашивается. У кого? У тебя? Да. Десятка? Нет, не десятка. Пегментов в десятки сколько? Не в десятки. Ну, в десятки сколько? Мы же хотим блонд. А, если в блонде? Нет, ну, это может быть не только в блонде касается. Если, допустим, ну, то 6-7 уровень, то есть трёхка закрасит. Нам трёхка закрасит. Опять же, всё зависит от того, сколько седины, какая седина. Мы говорили как раз об этом. А если там... Смотрим по длине, определяем. Если у нас блики есть, значит, уже изначально думаем, что она сложная. Поэтому это выбираем. Но по инструкции, по инструкции, у нас всегда за окрашивание седины идёт 6% максимум. Это понятно, да. Всё, никак не по-другому. Всё, забыли. Остальное, остальное, это уже из практики. Смотрите, кого-то закрашивает, кого-то нет. Ну, всё-таки, я буду смывать, потому что у нас уже время много, а нам ещё с вами подстричься надо. Так, понимаешь, что в десятых уровнях, более светлых, там, меньше всего базы, пигменты, да, поэтому, если ты там берёшь больше процента. Нет, там берёшь не то, что 9%, а 6%. 6%. Мы всегда красим седину 6% максимум. Всегда. Это по инструкции. А дальше уже у вас из практики. Смотрите, я сначала смою с кожи аккуратненько. У нас, естественно, этот спецблон, он не окрашивает кожу как краситель любой другой, поэтому здесь нам не надо специальной смывкой смывать. И вот можете наблюдать, что у нас с вами, вот где седина, видите, у нас прихватился, видите, холодный оттенок больше. Но, даже вот в мокром виде вы это видите, но как раз об этом я вам говорила в самом начале, что это и плюс именно спецблонду. То есть, холодный оттенок, он в себя возьмёт больше холодного цвета, и за счёт этого у нас получится на выходе, вот в сухом виде, более холодный цвет общий. Вот это вот просто большой плюс седины, когда мы красим спецблондом. Ну, конечно же, не на 100%, да, вы понимаете, что смысла нет тогда брать спецблонд для стопроцентной седины. Почему? Потому что там просто в спецблоде нет пигмента, то есть мы сразу сделаем серый, и всё. Нечего осветлять. И ещё, когда, значит, вы красите клиента, а потом, когда в мокром виде клиент проходит к зеркалу, смотрит на себя и говорит, в мокром виде цвет никогда не оцениваем, потому что вы же понимаете, что в мокром виде цвет всегда темней, чем есть на самом деле. Так, ну и здесь, так как у нас всё-таки холодный спецблонд, я беру, смотрите, и смешаю два шампуня, видите, между собой, для окрашенных и фиолетовой. Вы можете помыть просто фиолетовым. я делаю один для завершения процесса, ну, а второй для поддержки цвета, да. И ещё одна такая, вот, обязательное, обязательное такое условие. После спецблонда мы с вами всегда волосы моем два раза. Мы должны, да, закончить реакцию, поэтому, как бы вы тщательно один раз не помыли, нужно помыть второй раз. Это я вам вообще просто рекомендую, потому что агрессия очень большая у нашего этого красителя, раздражение на коже сильное получается, лучше помыть дважды. Видите, обязательно моем шею, там видно? Угу. Нигде не пропускаем, везде моем. один раз помыли. Вы можете просто как бы смыть верхнюю, да, то есть вот не до конца вымыть шампун, так как он у нас ушел вниз, опять же, смешала два шампуня между собой и нанесем еще раз. Какие вопросы у вас еще? Пока у нас, видите, тут пауза в разговоре, я тут решила расслабиться, отдохнуть, а вы мне не давайте, спрашивайте. Все, помыли, дважды помыли, все, смываем до конца и помните, дальше мы наносим с вами стабилизатор. Вот. помните мы с вами шею нам или поэтому обязательно должны с вами пройти и помыть шея вытягивает голову не запрокидывать вытягивать просто плотно шея подлезаем промываем все моем шеек ушки моем шеек ушки носик мы красили с вами корни поэтому наносим стабилизатор на корни на длину можете нанести кондиционер кондиционер мы с вами вот наносим до скажем так гладкости волос вот в данный момент ведь волосы вот прям шершавые тут не раздерешь поэтому мы наносим один раз кондиционер волосы мягче не стали наносим видите сколько а там порошок у нас давно на концах был осветлялись нет наверно чем наташ ну сначала милирование было прошло живут на соль и покрасили да спецблон да чуть-чуть милирование на концах есть небольшое кстати вот концы до самой концы до 2 раза вот уже видите нанесла кондиционер для чуть-чуть вот у нас здесь волосы на концах сухие нам тут надо еще кстати вычесать потому что как всегда естественное выпадение волос существует это не значит что у вас они везут от краски это вы понимаете доставалось дынь по моему там сейчас уже другая видите совсем оказалось немножко значит вот смотрите вот мы сейчас вроде как кажутся гладкие мы смываем с вами и уже вот здесь тогда оцениваем по поводу гладкости длины чтобы ничего не цеплялось то есть мы мы с вами можем кондиционер наносить и два и три раза и четыре раза пока у нас наши кончики не станут гладкими щупаем вот на концах еще пока есть у нас поэтому берем еще кондиционер и наносим на ту зону которая у вас еще пока не гладкая шершава то есть еще тогда наносим сколько они у меня съедают прям здесь бы их отрезать да видите никакой экономии никакой у нас как видите получилось я четыре раза нанесла но блонд это вообще кстати не дешево и уходы и все это причем вот мне так интересно вот почему-то люди не понимают что вот они думают что должен быть уход но то если он с первого раза не помог то в общем все это фигня вот почему-то ждут до какой-то вот волшебные таблетки вот если мы пьем витамины думаю же пьем витамины комплексом правильно там или давайте как раз пока я вот еще заворачиваю я вам расскажу просто чуть-чуть значит у нас есть определенный цикла цикл роста волос это два с половиной три месяца поэтому когда вы рекомендуете своим там клиентам чтобы они пропили кустом витаминов или сделали повтирали головы вы должны предупредить что это не завтра будет у вас как бы остановится да и начнут нарасти новые волосы через два с половиной три месяца постоянно себе мою постоянно себе там втираю скажите мне можно ли постоянно втирать там ампулы сыворотки в кожу головы можно ли постоянно насколько постоянно прям каждый день нет это наверное какой должен быть комплекс не круглый год но можно ли нельзя ну и да и нет когда мы втираем кожу головы всякие там наши забиваем тоже же мы активируем процесс мы запускаем процесс у нас каждая наша луковка имеет определенное количество до выдает за всю свою жизнь определенное количество волосиков правильно значит соответственно мы что делаем мы стимулируем рост волос правильно стимулируем то есть мы как бы заставляем ее больше расти то есть больше выдать и что тогда в итоге получается если вы все время стимулируете что на выходе получение дальше заводит перестает функционировать заводит перестает работать чем чаще мы больше запускаем вот тем потом производительность становится каждый раз меньше почему ресурс и же определенный конечно выработается этот ресурс и все поэтому когда вы втираете что-то в кожу головы и к рекомендуете это своим клиентам то вы должны четко говорить по инструкции допустим по инструкции положено сейчас мы с вами простышку будем дать я уже взяла ножницы собрала стричь по инструкции положено например допустим курс месяц все мы проходим с вами месяц понятно потом у нас передышкой и потом запуск через какое-то время снова и никак не по-другому поэтому все вот это вы должны чутко для себя я думаю что все кто понимает какой-то труд поставить для того чтобы видели на каждом блоке как получается это вот наша окрашена вы помните мы не красили всю длину вообще ни разу и вот вы вот посмотрите как вот у нас это все выглядит вот красивенько вот за счет седины он получается просто бомбический цвет как будто бы мы с вами добавили милированную вот прям я вам рекомендую но еще раз давайте с вами повторим чтобы мы забыли я вам еще раз скажу что седино седины должно быть не больше да как бы сорота процентов если у нас с вами 50 мы красим это уже продолжаем помните во второй засос иначе будет очень некрасивый грязный цвет вы заселите это такое слово конечно сделайте более серым простите поэтому а нам все таки вы должны понимать что спецблон он очень здорово отличается от но на мой взгляд вот эта игра цвета но на мой взгляд вот эта игра цвета дается только какими красителями вот это спецблон ну обычными красителями мы тоже можем это разводить с учебина с бритами согласны? но вот этот угол он не спецблон он все таки однородный цвет ну если только конечно вы выкрутите в форме одним цветом длиной другим тогда конечно у вас появится какой-то до рисунок а здесь вы получаете сразу все в одной краске то есть я люблю очень эти красители так что я вам рекомендую научиться или работать если вы как бы все таки еще что-то сомневаетесь реально говорю вам в помощь это мой тренинг да который если на биткурсе и на не то же ссылки я вам выставляю в инстаграме должны быть тоже ссылки поэтому переходите и смотрите все берите самое лучшее от самых лучших все правильно все правильно ты вот эту сторону можешь поближе показать чтобы вот смотрели пока цвет чтобы вот походу я пока сущу можешь вот на камеру показать какой прям получился потому что этот цвет получился как я вам говорила он получился такой бежевый ну а пришли сама вот ты сейчас с моими глазами у нас это вот очень отдачное освещение кстати да оно дает желтый вновь здесь и здесь видите здесь идеальное освещение когда комбинируется золотом и холодным у нас холодное видишь лента и золотистая ланка в моем поле натуральное мы можем определить цвет в котором пришла пример но это очень важно ну то есть он такой бежевый красивый бежевый Сильно волос подливается, играет как будто в эмилирование такое. Природное эмилирование. Как я всегда говорю, главное чтобы мастер был доволен. На всякий случай мы можем дать Наташе зеркало, она уж как-нибудь посмотрит на себя, повертится и заодно вы все посмотрите ее со всех сторон. Она сейчас вам все продемонстрирует, все покажет. Давайте я вам сейчас дам зеркало, и она посмотрит с чем она пришла и с чем она от нас уходит. Так, мы все обратили, главное для чего мы собрались, это на цвет. Видите, цвет я как бы подняла ей. Получилась у нас глубина осталась, о том о чем я говорила, но она осталась блондинкой. Видите, цвет у нас, ну камера правда не передает этого оттенка, но поверьте, что цвет просто очень красивый. Угу. Да. Мне тоже очень нравится. Вот. А теперь всем позируем, отбираю зеркало, а теперь позируем, да? Да. Можно даже, да, попрутиться, да, чуть-чуть посмотреть на себя. Так. Ну очень. Красота. Красота. Вот так. Ну все, на этом наш прямой эфир заканчивается. Всех люблю. Как всегда, подписывайтесь. Нажимайте на кнопку. Да. Переходите, кстати, на тренинги, у меня там есть еще, я вас поддерживаю, то есть параллельно поддержка, то есть вы конкретно общаетесь со мной. Дело в том, что у меня нет никого, кто там ведет там тренинги, там проверяет, у меня нет команды, я работаю одна. Пока. Одна. Одна. Ну мы посмотрим, может быть мы расширимся, но пока отвечаю я лично, поэтому всегда сразу, если вы пишете, то обращайтесь напрямую ко мне. И я вам обещаю на сто процентов, что я вам обязательно отвечу, но только как быстро, я не знаю, по мере моих возможностей, я всегда на связи. Всех, как всегда, люблю, целую. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Ой, вообще супер, Оля. Я хочу... Сейчас, подожди, подожди. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, подожди. Подожди, подожди. Пока-пока.